Всем добрый вечер. Мы начинаем четвертый день нашего онлайн-форума. Онлайн-форум «Секреты успеха лидеров Арифлейм». И буквально через пару минут нам подключится сегодня первый спикер. У нас сегодня достаточно интересные встречи предстоят. Но прежде, пожалуйста, напишите, дайте обратную связь, что... Сейчас, секундочку, сам себя начал слушать. Вот, все, есть. Хорошо, что проверил. Да, я так понимаю, звук должен уже пойти, потому что я сам себя уже услышал, забыл отключить. Вижу, уже чат пошел плюсик и прям кистрит. Очень хорошо. Надеюсь, вы уже все собрались, подключили все ваши команды. И вы готовы уже встречать наших сегодняшних спикеров. И давайте сразу я уже буду переходить к тому, чтобы представить, кто сегодня у нас выступает. У нас сегодня очень интересная встреча. Сегодня, вот сейчас вам предстоит встретиться с топ-лидером компании «Рейфлейм» Беларусь. И эта встреча будет особо интересна молодым мамам, наверное, так будет сказать. Хотя, я думаю, всем будет интересно и молодым мамам, и молодым папам, и тем, кто работает, у кого в команде есть молодые мамы и папы. В общем, такая отчасти семейная тема, потому что бизнес, сетевой маркетинг, бизнес и семья, они очень тесто связаны. То есть, часто мы, скажем так, первые, куда несем свой бизнес, это семью. Часто друзья, знакомые, команда, структура становятся частью нашей семьи. И, например, даже по себе могу сказать, что, например, у меня жена, и мы познакомились с ней в компании «Рейфлейм». И ее спонсор – это бывший классный руководитель. Ну, в общем, все настолько сильно переплетается. Вот чем, кстати, интересен бизнес сетевого маркетинга и сотрудничество с компанией «Рейфлейм» тем, что мы имеем возможность не просто, да, вот как вот обычно, найти любимое дело, и никогда не придется работать, или, вернее, придется всю жизнь работать на удовольствие. То есть, есть возможность жить в удовольствии и работать с семьей в удовольствии. Но при этом, при этом есть определенные нюансы, которые скрывают в сложности, когда все-таки бизнес – это бизнес, семья – это семья. Когда стоит вопрос выбора, чему или кому сейчас больше уделять время. Вот кто с этим, кстати, сталкивался. Когда нет возможности разорваться на два фронта. И когда иногда думаешь, что действительно приходится как-то выбирать. И сейчас вам предстоит встретиться с человеком. Это многодетная мама, которая очень умело, очень ловко совмещает бизнес и семью. Причем, чем интересно, у нее достаточно свежий опыт. Она недавно вышла из декрета и сейчас по-новому вернула себя в бизнес. Это была достаточно большая работа, не все так просто. Много сложностей, много каких-то моментов, с которыми приходится работать, когда пытаешься себя, условно говоря, заново поднять и поставить на ноги. Это не так просто. И эти сложности, которые стоят на пути, которые, в любом случае, нужно решить преодолеть, если хочется развиваться, хочется дальше строить команду. И сегодня у вас есть возможность с этим человеком пообщаться. Вот вы также сможете перенять у нее опыт, зарядиться энергией, энтузиазмом, позитивом, потому что это человек, который покорил Беларусь своим отношением и к жизни, и к работе. Это замечательный человек Екатерина Синкевич. Она сегодня с вами поделится, ну, наверное, таким главным секретом, как найти в себе силы на новые действия после декретного отпуска. С вами фишка в работе, я думаю, что вы будете... Ну и главное, Ю, итак, давайте, поприветствуйте, пожалуйста, топ-лидера компании «Арифлейм Беларусь», старший золотой директор Екатерина Синкевич. Я ей передаю сейчас слово. Екатерина, я... Так, меня слышно сейчас, да? Сейчас, Александр, помогите, да, да. Да, все. И слайд мой видно первый, правильно все, я понимаю? Все верно, да, все. Хорошо. Рада вас всех приветствовать. Давайте, может быть, покажу мне первый слайд, сначала сама появлюсь, да. Всем привет. На самом деле, волнуюсь сегодня, давно уже не волновалась, потому что спикер достаточно опытный, постоянно выступаю. Но я думаю, тема, которую сегодня я вам посвящу и расскажу, я буду говорить от души, от сердца. Я, не знаю, еще, честно говоря, некоторые нюансы до сих пор под сомнением. Буду я вам рассказывать или нет? Ну, вот как пойдет, да? Но буду действительно говорить искренне. Я готова работать тоже с чатом. У меня будет очень много фотографий. Я люблю фотографироваться, поэтому говорить буду быстро, листать буду быстро. Кто не успеет, можно будет ВКонтакте найти и посмотреть все остальные фотографии, которые не успели посмотреть. И я готова работать с чатом, поэтому если у вас будут какие-то вопросы в течение, вы можете задавать. Я готова на чат отвлекаться. Единственное, пишите крупными буквами, чтобы я вычленяла вас вопрос среди просто переписки с друг с другом, добрый вечер и так далее. Итак, еще раз, значит, меня зовут Синькевич Екатерина. Я старший золотой директор компании Reflame. На данный момент я сейчас, у меня как бы новый виток в моем, скажем так, развитии. Почему? Потому что я уходила в декретные. Начну немножко, наверное, вообще со своей истории, как это было, кем я была. Я пришла еще в студенческие годы, со студенческой скамьи, с третьего курса. Меня пригласила девушка, которая была со мной в группе. Вот так вот все начиналось. Потом покажу эту девушку. Это была общага. Слева фотография. Я на общажной кровати с пробниками, кто помнит. Это был далекий 2001 год. То есть я еще из тех мамонтов, да, которые еще не вымерли в компании Reflame, что кто-то уже давно-давно сдался, и у них даже нет этого результата. Что некоторые говорят, вы так давно в Ресле, вы всего лишь старший золотой директор. На самом деле я горжусь своим результатом. Это действительно кусок моей работы. Мне никто никого не подписывал, да, никто за меня не работал. Это мой действительно проделанный опыт. И я уверена, что впереди у меня ждет новые, большие звания, чем на данный момент. Поэтому я горжусь тем званием, которое сейчас есть. За это время я еще успела найти мужа, тоже благодаря компании Reflame, благодаря каталогу Reflame. Я ему давала, и нам пришлось, естественно, второй раз встретиться для того, чтобы забрать этот каталог. Пригласила меня в Reflame вот слева девушка, это Юлия Ракова, была Мухина раньше, фамилия, мы вместе учились. И вы знаете, я даже попросила с ней сама в команду, я говорила, слушай, Юля, зарегистрируй меня в Reflame. Я слышала, что была очередная акция, льготная регистрация, как сейчас помню, это было 4 тысячи белорусских рублей, но кто в Беларуси знает, что это очень мало. Тогда это стоило, по-моему, какое-то не самое дорогое мороженое, да, по стоимости. И когда я подошла к ней, причем так очень робко как-то, хотя я очень уверенная в себе, всегда амбиции хватало, и говорила, Юля, слушай, зарегистрируй меня в компанию Reflame. Она говорит, тебя, ты, у тебя же там времени нет. И, в принципе, у меня и денег так было, родители помогали, хотя жила в общежитии. Она говорит, ты же там староста, подстароста, у тебя вторая специальность, основная специальность в белорусский, я еще взяла русский язык, куда-то там на английский еще ходила, во второй университет, то есть было три специальности фактически, то есть было с утра до вечера. И она меня привела в квартиру Кати Тимоховец, которая тоже жила в центре Минска. Вот тогда я впервые увидела ее в кожаных штанах у себя в квартире, где стены были везде расписаны. Тогда это был 21%, там какие-то пальмы и так далее. Вот, вы, прикольная девчонка. Естественно, как спонсора Кати Тимоховец я не воспринимала вообще, потому что она была у меня моложе, у нее не было еще высшего образования, она еще, скажем так, не была для меня авторитетом на тот момент. Ой, я как сейчас помню, она объявляла такие промоушены, а-ля там сделай пять рекрутов и получишь ручку Арифлейм в подарок. И вы знаете, я велась на эти промоушены, я делала этих пять рекрутов, я помню, как мне дарили ручку Арифлейм, я с гордостью всем ее показывала, зелененький, как у нас сейчас есть. Поэтому сейчас уже Юлия Ракова, к сожалению, ушла из бизнеса, ее уже нет, там еще был человек над нами. То есть люди, которые дали мне старт, они мне помогали проводить мастер-классы у меня в общежитии, мы там только внедряли мастер-классы. Сейчас я уже в первом поколении Тимоховец Екатерины, и она для меня уже не просто спонсор, человек, который пригласил меня в компанию Арифлейм, мы уже фактически с ней, как я говорю, породнились, человек, который, она крестила моего ребенка, она у меня была свидетельницей на свадьбе. Ну, то есть это действительно уже родственники. Я слушала тоже первые дни, и говорили очень многие, что Арифлейм это не просто как бизнес, то есть мы уже фактически тут роднимся уже как родственники. Говорить буду быстро, поэтому даже можете не писать медленнее, просто успевайте, либо в записи прослушайте медленнее. Что совсем уже так быстро, раз попросите меня медленнее. Ну ладно, я буду стараться, просто эмоции переполняет. Хорошо, ладно, постараюсь медленнее. Так и быть, поведусь, да, на вашем. Хорошо. И действительно меня впечатлил внешний вид девчонок, и я стала работать активно, я пришла за деньгами. Потом был результат, это директор. Через какое-то время, когда у меня уже появились дети, это был уже и золотой директор, и старший золотой. Директор дался мне очень сложно, я на лет 5 не могла выйти на этот уровень. Это было приблизительно год 12, год 15. Меня уже подкалывали вышестоящие лидеры, говорили, что вечный менеджер. Я помню, меня так задела эта фраза. Ну и тем не менее, результат, вы видите, все равно был. Важно все равно идти до конца и не сдаваться, неважно, какие препятствия у них есть. Бывало, что эта группа разваливалась вообще с 15% на 9%. И вот, в принципе, когда я делала уровень директора, за лето у меня группа ушла чуть ли на 6-9% с 15%. Уже никого не было, все разошлись. И я пришла к спонсору и сказала, Катя, помните, я не воспринимала ее как спонсора? Но в тот момент я уже пришла, и я поняла, что все, я не могу сама, мне не хватает моих мозгов, какой-то моей энергии. Я пришла сказать этим махалетом, и говорю, Катя, расскажи, что делать поэтапно. Вы не представляете, как это тяжело, когда у вас есть какие-то амбиции, вот засунуть их в одно всем известное место, прийти к спонсору, вышестоящему, успешному, который двигается, и сказать, научи меня. И я вот как новичок села с ней, мы обзванивали людей, составляли списки знакомых, и буквально за два каталога, за два месяца, за два месяца я вышла на уровень старшего менеджера и закрыла звание директора. Тоже одно из достижений, которым я горжусь, это был объявлен конкурс, может кто-то помнит, это был 2009 год, провидение, там запускалась система ПРО, система работы именно как команды, создания ключевой команды. Честно говоря, вот именно тогда у меня и появилась ключевая команда, и помню, как мы записывали видео своих мероприятий, это были встречи четвертого уровня, там, который раз в каталог проводится. Мы так, как театрализованное шоу делали это, да, у меня федообразование, поэтому оно предполагает тоже это делать. И каково же было наше счастье, когда мы заняли первое место в Беларуси, нам подарили проектор для проведения этих встреч. И насколько было приятно, когда мы вышли на сцену, и нам сказали, что мы команда номер один, у нас тогда было объединение Беларусь-Украина, и, по-моему, Молдова, если я не ошибаюсь, будет бум у нас объединение, и мы занимаем первое место среди всех этих трех стран, наша команда, и как главный приз мы едем бесплатно в Египет. Может быть, кто-то помнит, это был первый про-конгресс, может быть, кто-то есть с этого про-конгресса. И мы едем, вот я и пять моих ключевых партнеров, Татьяна, я стараюсь медленнее, пять ключевых партнеров, мы поехали в Египет отдохнуть на халяву. Вы не представляете, сколько было эмоций, сколько было драйва у девчонок, потому что действительно некоторые даже вообще впервые выехали, представляете, за рубеж. И чем еще хотела поделиться, что меня мотивирует в Арифлейм, почему я в Арифлейм? Вы знаете, меня мотивировало, во-первых, нас научили мечтать, и мне сказали, что можно мечтать нагло, ну, и я решила поставить цель раз в год менять машины. И вот с того момента, как мы поженились со своим мужем, у нас, вот мы начинали с восьмерки, это наша машина, она стоит там рядышком, мои родители, потом у нас появился Ford Fiesta, это уже для нас была вообще крутая иномарка, потому что я так гордилась, я помню, это уже на права сдала, потом у нас уже мой Renault Megane Scenic, потом у нас уже, как мне сказали, у муж крутая была Аудио 6, это бизнес-класса, да, ну, сейчас я смотрю на нее, блин, ну, он сказал, что это круто, ну, хорошо, круто-то круто. Мне самой очень нравилась Аудио 6, вот такой с кругленькой попкой, которая вот на правом нижнем углу, и для меня было, конечно, вот, я вот, конечно, на ней тоже растекала, вот у меня Аудио 6, это была любимая, вот Citroёn C5, ну, в принципе, сейчас у нас и остался, как-то долгоиграющая машина, ну, и, конечно, машина уже бизнес-класса, это уже Mercedes, не помню, там, ML, что там, не помню, то ли 450, то ли 400, ну, не помню, кто знает, я блондинка, как вы понимаете, да, вижу, что это Mercedes красивый, высокий, мне он нравится. Естественно, это, конечно, путешествие в компании Reflame, я тоже об этом не читала, мне говорили, что здесь это можно сделать, что действительно можно путешествовать, это первые мои поездки с компанией Reflame, можно посмотреть, как я менялась на протяжении всех этих лет, первая моя поездка, это был Рим, Италия, у меня тоже уже тогда был уже первый ребенок, потом это была Мальта, 2010 год, 2011 год я рожала ребенка, да, поэтому я там 2011 год я пропустила, и за счет этого я смогла на следующий год в Швецию, в Стокгольм, поехать уже с мужем. У нас было две бесплатные путевки, потому что я как раз таки вот период, скажем так, я бы не взяли на предыдущую конференцию, скажем так. Потом это был Париж, 2014 год я рожала очередного ребенка, третьего тоже была девочка, и вот сейчас уже в Мальте, вернее, на Валенсии, в Испании, мы уже тоже отрывались командой, конечно, после, знаете, декретного, и после троих детей это было классно. Что меня еще мотивирует, в Reflame мне очень нравится, это, конечно, красивые платья. Я понимаю, что я бы была, конечно, учителем в школе, на данный момент, учитывая, что у меня хорошее образование, я явно бы уже была завучем, если бы это был какой-то районный центр, а может быть бы и директором школы, у меня была цель там быть министром образования, как минимум, когда я еще не была с Reflame, ну, то есть уже амбиции какие-то были, да, задатки. И мне тоже очень нравились какие-то платья, но я понимала, что вот в школу, в пол какие-то платья ты особо не оденешь, и куда их одевать, да? В компании Reflame, благо, есть такая возможность, куда выйти в этих платьях, да? Поэтому меня тоже это мотивировало. Естественно, меня мотивировалось, например, Катя Тимоховец, моего спонсора, когда я видела ее фотографии, ее платья, мне хотелось так же. Когда она ездила на машине, и на 18 лет купила свою первую машину, мне тоже хотелось. Я думаю, елки, если она, дешенка, вот в 18 лет купила машину, а что ж я такая умная, да? Ну, такая бедная, да, вот из разряда. Поэтому я тоже приняла решение, что я тоже так же, как она, хочу. И вы знаете, очень многие мечтания, которые вот я тогда хотела, примеряла на себя, Катя на фотографии, они сейчас у меня осуществились. Почему я тоже стараюсь и вам сейчас очень много показать фотографии, может быть, для кого-то тоже это будет мотивационно. То есть не просто сейчас вот похвастаться перед вами, что-то у меня есть и так далее, а для кого-то это будет стимулом, что это тоже может стать вашей реальностью, и вы можете тоже это иметь. Ну, и опять-таки, вот те мероприятия, где, куда мы можем с вами, куда мы можем с вами выйти в этих красивых платьях, это, конечно же, банкеты. Вот слева я стою тоже с чеком в 3000 долларов. Вот наша команда. Тоже одна из целей, мечтание, то, что меня мотивировало, это вот так выходить с такими полными корзинами из магазина. Вы знаете, это был 2011 год, если не ошибаюсь, я тоже родила второго ребенка. Обратите внимание, на фоне как раз в кадр попала пара, парень с девушкой, и у них полупустая корзина. Тогда был кризис, когда у нас в Беларуси в три раза обесценился рубль, то есть доллар стаканул в три раза, и люди действительно, которые раньше выходили вот с такими свежками из магазинов, они уже выходили с полупустыми. Это был факт. Мне было приятно, что я могла себе позволить так же продолжать выходить с полными тележками из этих магазинов, и для меня это было мотивационно, что я могу купить ребенку те же игрушки, которые он хочет, то есть то, что он просто схватил с полки, и не объяснять ему, почему мы сегодня это не можем взять. Для меня это мотивационно. Я тоже фанатка шоппинга. Те люди, которые вот со мной в команде, они знают, что для меня шоппинг, я говорю, если в поездке нет шоппинга, для меня поездка не удалась. Ну вот я вот такой шопоголик, и вот даже с первых своих поездок, это, знаете, минимальные покупки, которые мы успевали сфотографировать у меня. Это с золотых конференций чаще, конечно, было. Здесь мы уже команда ездили отдельно в Дубай. Это была вообще смешная история. Тут я вот с чемоданом и пакетом, но я уже успела один чемодан отправить. У нас получилось так, что мы частями заезжали, не было места в самолете, и мы кто-то уезжал на день раньше, кто-то на день позже. Я уже один чемодан отправила со своими коллегами, друзьями, и уже со вторым чемоданом летела. Ну, у меня большая семья, надо же как-то действительно и хочется красиво детей одеть. Вот этот 2013 год, вот предыдущая фотография как раз-таки, и вот здесь, вот в этот год у меня получилось осуществить мечту путешествовать 4 раза в год. И вот именно в этот год у меня получилось, сейчас мы были в Сталине, мы были вот в Париже, в Болгарии, и куда-то я еще забыла, мы ездили. Вот еще, короче, я ездила 4 раза в год, как раз-таки мы путешествовали. Я очень падкая на признание, не знаю, могут кто-то сказать, что это какие-то комплексы и так далее, но мне это мотивирует, всякие рейтинги. И вот такие, типа, когда у тебя берут интервью, вот тоже Александр, у меня там подкупил с Татьяной, Татьяна брала у меня тоже интервью, мне это всегда приятно, и, знаете, это особенно приятно, когда национальное телевидение, белорусское, у тебя приходят и брать все интервью, как у представителя именно сетевого маркетинга, да. То есть там было без названия компания, ну, понятно, что на фоне стоят все баночки, мы там флаг сняли, потому что нельзя было в кадр, но понятно, что баночки все рейтинги стояли. И вот как позиционироваться в стиле жизни, какой может иметь вообще молодой предприниматель, либо вообще женщина-предприниматель, девушка-предприниматель в Беларуси, либо вообще, да. Ну, вот я периодически смотрю на ваши, да, комментарии, мне приятно, да, что, да, вы комментируете, поэтому мне приятно, я заглядываю, да. Вот. И это тоже слайд, который я готовила к Дню матери, сейчас у меня трое детей, у меня два сыночка и лапочка-дочка. Настолько, естественно, когда два мальчика, ну, я планировала троих детей, сразу говорю, естественно, хотелось девочку. Мне очень многие говорили, а если нет девочки, то не знаешь, будут у тебя внуки или не будут, потому что чаще, конечно, если парни женятся, то они, их жены увозят внуков своим мамам, да, то есть ты уже как там свекруха, да, того не особо разгуляешься за своими детьми. Ну, практика показывает, но в моем окружении это так. Поэтому, естественно, я очень хотела девочку. Сильно бы я не плакала, если был бы мальчик, но вот девочку я очень хотела, и вот, как у всех, как говорится, рефлеймов, тогда мечты сбываются с рефлеймом. У меня родилась девочка, я, конечно, была безумно счастлива, ее очень балуют, на нее столько нарядов, вы не представляете. Ну, учитывая, что трое детей, бывают и вот такие ситуации, что волосы просто встают дыбом, не знаешь, за что хвататься, не знаешь, куда бежать. И, ну, разные ситуации. Вы же понимаете, у кого есть дети, ну, это же невозможно, да, постоянно пребывать в любви к детям. И прям вот там, прям благоухать, там, не знаешь, чтобы прям, любим, любим наших детей. Но иногда их тихо хочется прибить. Ну, согласитесь, кто есть мама, поставьте плюсы, если у вас бывает такое состояние, что их просто хочется размазать по стенке. Ну, и у меня, естественно, я нормальная мама, адекватная там. И у меня не только, знаете, как один позитив в глазах, такой фанатичный. Я, естественно, позитивная, я максимум стараюсь искать позитива в любых ситуациях. Ну, вот спасибо маме, меня понимают, да, что действительно бывают такие ситуации у каждой мамы, это однозначно. Поэтому бывают всякие ситуации. И так, представляете, я очень активно работала, тоже какими-то наработками я сейчас поделюсь, которые я делала вот до родов девочки, а потом, которые после. Потому что, когда я забеременела девочкой, у меня какой-то нахлыло, я не знаю, что, то ли другой гормональный фон, мне вообще не хотелось работать. Ну, вот хоть ты тресни. Я вот как только забеременела, все, вот меня вот как отрезало. Я съездила в Париж, и все. У меня был перерыв. Я что, перестала ходить на мероприятия. Это, кстати, первый звоночек для вас, если человек перестает ходить на какие-то мероприятия, что у нас было негласное правило. Мы должны быть на всех мероприятиях, спонсорах, компаниях. Это не обсуждается. Это правило ключевого бизнес-партнера. И я уже начала. А, ну, вот туда не пойду. Ну, да, все. Человек сразу же выбивается из системы, совершенно будет другое настроение. Но это я расскажу позже. Про детей продолжим. И я понимаю, что реклама мне дает возможность дать очень многое своим детям. У меня вот старший ребенок Глеб, ему сейчас 8 лет, в каких только школах раннего развития он не был, да. Куда мы только его не водили, там тоже на фотках будет. Уже там уже с этой одежкой это только последние какие-то фотки. Раньше просто у наших родителей не было особого выбора нас как-то одевать. Сейчас же, ну, хотите, вот мама с дочкой похожей одеты, да. Вот мне тоже я тащусь от этого, когда там family style, да. Мне это тоже нравится. Вот, ну, тоже, не знаю, мне кажется, любую маму, наверное, будут умилять такие фотографии, да, вот с таким детенком, красиво одетым там и так далее. Не знаю, я люблю свою девочку. Я понимаю, что у нее пацанское лицо, пацан-пацан. Ну, когда я украшаю бантики, цветочки и юбочки, у нее даже брюк, честно говоря, очень мало, потому что у нас вот уже, нам психолог все время вложила в голову, успешная женщина, это женщина в юбке. Это вам тоже так на заметку. И когда я вот ее вот такую привожу, все говорят, ой, какая красавица. Ну, я понимаю, что она пока красотой не блещет, она, конечно, расцветет, и Арифлейм кому-то в этом поможет. Но вот когда ее так красиво одеваешь, согласитесь, ну, любая, да, наверное, любая, вот видите, красавица, я же говорю, сразу красавица. Так, уж жаль, что мужчины некоторые не были беременны, вам нас не понять. И тем не менее, вы можете использовать мою историю успеха для того, чтобы мотивировать своих женщин. Поэтому я уверена, что бизнес Арифлейм – это бизнес-история, это используйте. Вот старший мой ребенок, и зачем только не увлекался, у нас был и модельный бизнес, мы уже, в принципе, его почти закончили карьеру, да, в модельном бизнесе, и почитывая на какие-то кастинги, и современные танцы. Сейчас мы пошли профессионально, оставили бально-спортивные танцы, это дюдо, но все это деньги, вы понимаете, что это недешево. Я брала лучший клуб по современным танцам, я брала лучшего тренера по бальным танцам, это лучшая модельная агенция, то есть я брала не просто какой-то дешевый, либо бесплатный при школе, да, какие-то вещи, а это лучшее. Меня тоже мотивирует делать своим детям баловать их. Я уверена, что, я понимаю, что это дело не для того, чтобы они мне потом сказали спасибо, да, или потом сказали, вы мне должны, да, вот я вам делала, вот вы мне теперь, да, как там, кружку чая, или что там, кружку, что там, воды, да, подают, там стакан воды с карости подать. Нет, я понимаю, что это для себя дело. И вот на самом деле иногда бывает все равно, допустим, ходить на это модельно, или ходить на эти танцы, или нет. Я понимаю, что мне это нравится. Я готова дарить эту радость своим детям, вот мы в группу постоянно, а то клоунов, то всяких там этих фиксиков приглашаем, вот с понотеем от таких тортиков из мастики, постоянно заказывать уже детям, в зависимости от того, чем они увлекаются на тот или иной период. Мне нравится дарить подарки своим крестникам. Я видела сейчас в комментариях, как Дима тоже оставлял комментарии, Дима здесь есть, вот на правой фотографии, Дима Лапко, это мой крестник. И я ему дарила последний подарок, это был планшет, тоже недешевый планшет, и мне приятно, что я могу подарить такие подарки. Слева – это мои две крестницы, близняшки. Это не я коляске дарила, я им принесла тоже полные пакеты, там игрушек, одежда, там и всего. И мне нравится, когда я езжу на конференции, что я могу не только своим детям купить, но и своим крестникам подарить какие-то вещи. То есть для меня это мотивационно. И вот Дима, которому сейчас 14 лет, 15-й уже Дима, да, господи, 15, простите, Диме уже 15 лет, он уже здоровый мужик, он тоже присоединился сейчас ко мне к Арифлейм. Я никогда не думала, понимаете, что вот я ему предложу. А когда сейчас я запустила онлайн-проект, ему тоже, да, Дима, иди, что ты бываешь, да, Дима здесь, он тоже присоединился, сказал, мне тоже интересно, и он начинает делать. Я горжусь тем, что я ему показываю другую реальность, другую жизнь. Что в принципе он сейчас учится в техникуме, и окружение, вы знаете, это разное, мы с ним разговаривали, и он может пойти по... Сейчас у него очень большой выбор, по какой стеде пойти, да. Про работу начнем, девчонки, не переживайте, все, успею. И по какой стеде он пойдет, и сейчас у него стоит жизненный выбор. И обращайте внимание на молодежь, они же могут уйти либо по кривой какой-то сейчас дорожке, либо вот по дороге успеха, позитива. Ну, понимаете, да, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, да, то есть какие-то правильные решения. Может быть, он не останется, не будет делать карьеру в рефлейм, но сейчас я понимаю, что все ее молодежи определенные правильные семена, которые в последствии дадут свои ростки. Также я, опять-таки, горжусь тем, что я могу помогать своим родителям. Я родителям постоянно покупаю велмоз. В правом нижнем углу это моя бабушка, которая 78 лет, она живет в Забайкалье, и она тоже с удовольствием пьет наши коктейли, витамины, вы же понимаете, что это деньги. Я полностью делаю заказы, я ей оформляю в Улан-Удэ, и она там на СПО получает просто оплаченный мной заказ. Мне нравится стиль жизни, как обеды в ресторанах и так далее. Я всегда позиционирую на стиль жизни. Раньше я даже не знала, что можно в ресторан и просто ходить и обедать. Я подозревала, но у меня на это денег не было, я могла бы сидеть с детьми. Опять-таки, продукты нового поколения Веллаз. У меня вся семья цвет Веллаз. От мала до велика, с самого рождения, батончики мы вообще трущим, не знаю, там невозможно. Если здесь спрячешь, то хана, да. Коктейли каждое утро, витамины, то есть в Омеге-3, это все полностью тоже мы используем. Потому что действительно продукт нового поколения, за которым будущее. И я хочу, чтобы мои дети тоже были здоровые. Вот видите, мы как-то забирали заказ Веллаза, еще малая была в переноске, но вот так выходили с сервисного центра. Я благодарна возможностям, которые дают РИФМ, общаться с успешными людьми. Это мои тоже спонсоры. Здесь и Катя Тимоховед, и Гераскины, Константин и Екатерина. Тут это местный наш певец белорусский, кто знает, кто нет. Вообще спонсорская цепочка у нас достаточно именитая, вы их многие знаете. Вот непосредственно сейчас это Тимоховец и Екатерина, Жданин Светлана и Юрий, Гераскина и Екатерина и Константин, Бабарико Татьяна Александров, Стародубова Олеся, которая в принципе привезла Арифлейн в Белоруссию. Потом Галина Вячеславовна Биланова и потом Алексей Севрук, который тоже выступает сегодня после меня. Я когда увидела, думаю, классно, да, мы сегодня, можно сказать, спонсорская ветка, и я горжусь, что этот человек помнит меня. Он говорит, Катя, помнишь, как мы менялись с тобой вебинарами? А мне все кажется, что он меня не помнит, не знает. Это опять-таки возможность общаться с людьми на золотых конференциях. Ну, я даже не смысла комментировать этих людей, потому что выбирайте себе окружение. Я, это тоже сейчас фотографии того периода, когда после декрета. Я понимала, что мне нужно напитываться энергией, потому что когда уходишь на два года из бизнеса, все, энергии никакой, кажется, ничего не получится. Я даже перестала быть уверенной в себе, насколько я такая, ну, я бы сказала, некогда наглая, да, я действительно уверенная в себе, я могу кому угодно пойти, что угодно сказать. И я понимала, что я теряю эту уверенность. Я поэтому на золотой конференции старалась максимум общаться с теми людьми, которые мне импонируют, которые какой-то определенной правильной лидерской позиции и в росте. Ну, и опять-таки тоже какие-то фотосессии, да, вот это меня тоже мотивировало, когда Катя Тимоховец показывала какие-то такие интересные фотки. И я тоже сейчас вот наслаждаюсь тем, что мы можем себе позволить, потому что это тоже, опять-таки, деньги в компании Reflame, мы можем их заработать. И, вы знаете, приятно то, что когда ты два года в декретном, у тебя компания также платит деньги. Но это еще не только, конечно, заслуга компании, что она платит. Это я очень благодарна своей команде, которая действительно... Я в какой-то отпуск ушла в декретном, а команда осталась, и команда была активна. Если мы правильно были выставленные отношения, я еще расскажу про свою команду и буду говорить. Как родилась вот та команда, благодаря которой у меня оставался доход в декретном, это мне помогали проекты. Я сама повелась на такой проект, вот то, на что сейчас можете вы тоже зажигать людей. Людям всегда хочется что-то новенькое, какие-то проекты, какие-то запуски. Я понимаю, что меня это мотивирует, что мне этого хочется. И я тоже запускала постоянно пилотные проекты, пилотные команды. Также Катя Тимоховец, когда она предложила, я помню, в Беларуси там совсем что-то, у нас ситуация очень странная была. У нас не было продукции, я не помню, сколько процентов, чуть ли не 90 процентов, у нас были пустые склады. И она говорит, мы собираем пилотную команду, нам сейчас компания предлагает новую систему, я вот сейчас беру там 5 лидеров, и на нашем опыте будет учиться вся Беларусь. Вот вот эта фраза у меня вообще, я сразу, чик, включилась. Ну, видите, я такая сама амбициозная. Я думаю, в вашем окружении тоже есть такие люди, вы поймете просто, что им говорить, какие фразы цепляют. На нас будут все равняться, ну, вот так, я понимаю, что бедусь так на эти вещи, это вообще. В конечном итоге я тоже стала создавать, ускоряйте слух, я создавала такие же команды, пилотные, делозапуски. Вот та команда, которую я создала, мы, девчонки, ко мне присоединились и пошли за мной, вот они сейчас до сих пор со мной. Это люди, которые включились в пилотный проект, в пилотную команду. Вы можете под любую, любую тему, любой проект на заработок, к Новому году, к 8 марту, к лету, на море, чтобы вместе поехать. Любую тему набирайте, набирайте команду. Мы, по-моему, я нашла какой-то старый Мир Арифлейм, назвали это «Золотое лето». Это был не 2007 год, это просто обложка Мир Арифлейм. У нас был вот такой проект и были очень хорошие результаты. Кто-то с нуля там вышли на уровень менеджер, девчонки, кто-то впервые поехали путешествовать, кто-то купил квартиру девочку, у меня вот Яна Портенко, директор, она уже купила квартиру, сейчас на данный момент и машину. То есть это вот те люди, которые стартовали в том проекте. И вот через вот эти проекты вы создаете, формируете свою ключевую команду, с кем вы будете работать. Очень важная команда. Я понимаю, что если бы не было вот этих командных вещей, вот система Pro в этом плане не дала очень хорошую базу. Я вижу, сейчас очень многие отходят от нее. Я рекомендую вам вернуться к старым источникам, к старым записям. Масса видео везде, масса литературы, которую можно скачать. И используйте эти методы. Они работают и сейчас. Неважно, где вы. Оффлайн работаете, через онлайн работаете. Это все работает сейчас. Что я делаю для поиска вот этой создания ключевой команды? Во-первых, это массовое рекрутирование. Неважно, какими методами. Я уверена на 100%. Работают любые методы. Методы, важно ими просто работать. И давайте ввести статистику, усовершенствовать, может быть, как-то менять какие-то вещи, чтобы это действительно было эффективно. Ищите вот этих людей, которых вы нарекрутировали, пригласили в команду. Ищите ключевых бизнес-партнеров и кандидатов, ключевых бизнес-партнеров. И начинаете им даже с нуля делегировать. Как мы это делали? Слушай, вот товарищок появился. Слушай, а ты можешь вот на дне команды, у нас вот каталог, это встреча четвертого уровня по системе PRO. Называется у нас день команды, как итоги каталога, это то же самое, да? Ты можешь, слушай, постоять на входе и там пораздавать анкетки, а кто у нас вот как-то не хватает людей. Ну или там все заняты на действии. А может, на тестинге вот постоять, рассказать, вот ты так хорошо там рассказала про серию Novage. Можешь вот на тестинге постоять и вот то же самое людям порассказывать. Ну, что-то такого плана. Мы даже с нуля начинаем диригировать, чтобы человека вовлекать, да? Работаем командой. У нас постоянно, у нас очень четко уже диригируются все вещи на... Мы, допустим, вчера у нас был день команды, мы сразу же идем всегда в тот 15 команды в ресторан. В ресторане садимся, обсуждаем, что было хорошего на дне команды, что хотелось бы улучшить, и сразу же расписываем следующий день команды. У нас очень четко в команде уже распределено. Все делаем вместе, но не вместе. Это касается вашей работы с новичками, с вашей командой. Мы как только не работали. И на промостойках, и вот с директорами, вот эти директора, вот это мои директора, Рядько Виктория, Яна Портенко, это вот те директора, которые... Основная моя надежная опора, с кем я, может, сидела в декрете, скажем так. Благодаря этим девчонкам действительно я квалифицировалась на знаменитую конференцию, так бы не было квалификации в Валенсию. Поэтому я очень благодарна и готова тоже очень много вложить в их бизнес и оказать им помощь, потому что в свое время они поддержали меня, когда мне было тяжело. Вика Рикцко чуть ли не моим уже секретарем была, насколько она мне помогала, когда я была у меня здесь не беременная. Это была новая команда девчонок. И вы знаете, тоже эти девчонки так интересно, так хорошо стартанули. Дошли мы, по-моему, до уровня 15-18%, так достаточно быстро. И я приезжаю из Парижа, и они мне говорят, как ты знаешь, мы уходим в другую компанию. И я очень благодарна, что они мне сказали это в лицо, что очень многие каким-то тихим сапом, он где-то там потихенечку уходит. Я очень благодарна им, что они мне сказали правду в глаза, они мне сказали, мы уходим в другую компанию. Это была явная финансовая пирамида. Я пыталась, конечно, там показать это. Сейчас я даже не знаю, где они, я все равно с ними в хороших отношениях, и я все равно буду им предлагать возможности рефлея. И вот тогда, наверное, тоже после Парижа, помните, я приехала беременна, идут еще вот эта команда, и что-то я, наверное, подростроилась и решила, наверное, уйти в декретный, наконец-таки, в один из трех. Просто другие декретные, я не уходила вообще, я работала и до родов, после родов и так далее. Как мы быстро выращивали вот эту команду, и, в принципе, то, что я делаю сейчас, но сейчас я делаю это больше онлайн. Сейчас мне не очень удобно ездить в офис, и я свой офис оставила у Виктории Рицко, она сейчас там полноправная хозяйка, это СПО, которую мы открывали в Минске. Я сейчас фактически работаю дома, и мы делаем то же самое, только онлайн. Раньше это было живьем, сейчас мы это делаем через интернет. Система та же. Это ежедневные встречи, бизнес-встречи, возможности Reflame. Я буду расшифровывать аббревиатуры, для кого-то могут быть незнакомыми. Презентация возможности Reflame ежедневно. Как у нас было раньше, это в офисах постоянно фиксировано, в 6 часов, так у нас сейчас в 7 часов онлайн. Ежедневно есть презентация нашего проекта, я расскажу тоже про него. Еженедельные планерки с ключевой командой. Постоянно у нас были, сейчас то же самое мы проводим через Skype. Дни команды, раз в каталог, я вам уже говорила, что это то же самое, что встречи четвертого уровня, либо итоги каталога, кто-то называет это праздник каталога. Это вот фактически по наполнению это то же самое. Мы там говорим про, вот по структуре мероприятия выглядит так. Начало, это всегда ее продуктовый блок. Мы даем либо какие-то, ну, в зависимости от того, какая неделя каталога у нас получилась, снять зал. Мы даем либо анонс на видах следующего каталога, либо делаем акцент на текущий, чтобы увеличить продажи в текущем. То есть продуктовый блок, его чаще готовят люди уровнем менеджера. Второй блок – это всегда зарабатывать деньги. Там всегда выступают люди, которые уже действительно умеют грамотно, ну, там даже не столько продажи, сколько все-таки бизнес. Это чаще директора, либо уже такие старшие менеджеры, скажем так. Менеджера мы редко диригируем, но действительно это сильный менеджер. Продуктовый блок мы иногда даже даем новичкам, которые только пришли, мы видим хороший результат, и человек говорящий. Есть люди, которые умеют выступать, есть некоторые не умеют. Вот если приходит учитель, он, скорее всего, уже умеет выступать, у него уже есть этот навык изначально, поэтому мы делегируем. И третий, обязательно wellness, блок, он ближе к продуктовому всегда идет, и четвертый блок – это получать удовольствие. Чаще его проводят вот те люди, кто путешествуют, ездят, это выпадает чаще мне, либо девчонки, допустим, куда-то там съездили, какое-то у нас мероприятие, мы тоже показываем, как можно не только зарабатывать, но и получать удовольствие в компании Reflame. Это вот четыре блока, которые у нас есть фиксированы. Всегда проводим розыгрыши. Розыгрыши у нас есть для тех, кто делал любой заказ. Ну, это, во-первых, повод пригласить человека на день команды. Потом есть отдельно розыгрыши для тех, кто в премьер-клубе, тех, кто делает от 100 баллов. Все, кто делает у нас 250 баллов, мы всегда на каждом дне команды, мы дарим им либо ананас, либо бутылку шампанского на выбор. И сразу видно, кто wellness, кто не wellness. У нас есть люди, которые регулярно с бутылкой шампанского уходят с нашего дня команды. Всегда у нас есть тестинг-стенд, то есть люди приходят, всегда есть анкеты для обратной связи. В каждой анкете мы берем рекомендации, пригомендуйте пять ваших знакомых, кому было бы интересно оформить дисконтную карту. Обязательно вопрос о том, какое ближайшее мероприятие вы бы хотели посетить, и там есть название этих мероприятий, которые у нас есть ближайшие, они ставят галочку. Мы берем обязательно e-mail, есть ли они в контакте в Одноклассниках, мы чаще с этими социальными сетями работаем, есть ли у них Viber, да, для того, чтобы для отключителя для коммуникации. Это вот какие-то фишки, которые вы тоже можете взять и использовать уже в своих командах. Ну, я думаю, что многие, ну, знают уже эти какие-то вещи, но для кого-то, может, это будет новыми. Это лидерские обучения постоянные, сейчас у нас тоже в виде вебинаров. Велнос-клубы, я тоже сейчас расскажу вам потом, как я запустила сейчас это онлайн, потому что сама решила снижать вес. Вы видели по фотографиям, что я в разном весе была. Тогда мы только начинали вводить вебинары, сейчас у нас каждый день по несколько вебинаров. Мы посещаем все семинары и обязательно вот запуск какого-то проекта. Помните, где там тоже была пилотная команда? Любое название придумали красиво под любую акцию, которая у вас есть. Тогда еще, когда я выверенила вторым ребенком, я поняла, что у меня, наверное, будет чуть меньше времени, чем обычно. Я начала создавать сайт, но потом поняла, что это был не рекрутинговый сайт, это был сайт для работы с командой. Ну, как-то потом меня сразу не поддержала вся команда, загорелись сначала, потом остался он на одной мне. Сейчас этого сайта уже нет, честно говорю. Я понимаю, что для меня сейчас активнее и эффективнее работа в социальных сетях. То есть и на данный момент я даже не знаю, восстанавливает ли сайт этот или нет. Но вот был такой опыт, мне он нравится. Даже я блондинка, которую знаю HTML-код. Я научилась сама его делать, я его делала сама. Вот, может быть, кто-то помнит, может быть, лидеры здесь есть, кто когда-то были. Сейчас есть... Мы запускали ГУР онлайн, да, то есть у нас было открытое мероприятие, у нас даже люди были с разных стран, с разных городов. Сейчас мы это сделали закрытое, сейчас только для нашей команды. Ну, вот первое я запускала, помню, онлайн, потому что у нас до этого были только в офисах ГУРы. Они тоже... ГУР – это группа ускоренного роста. Я эту идею связала у Хвостова, когда мы ездили на Урифлэшку в Рязань. И вот я благодарна вам тоже за эту идею. У нас это уже в системе на раз в 2011 года, и это действительно система, которая выращивает нам новых менеджеров и директоров. Всю коммуникацию с командой мы поддерживаем либо через социальные сети, либо через Вайбер и так далее. Ну, вот я вам говорила, наступил такой период, когда я вот там немножко, скажем, загнулась, да, вот ушла вот эта команда людей. Я думаю, что у каждого был период в Рифлэйм. Я думаю, вы меня поддержите и поставьте единички, у кого вот был такой период, когда хотелось все бросить. Все, нахрен этот Рифлэйм, все задолбало, надоело этот спонсор. Блин, у тебя вечное обучение, да, вечно давай, давай, давай. Давай 7500 и тогда. Ну, ну, достало, он уже вот тут в печенках. Я не стесняюсь, я этого говорю, потому что некоторые лидеры говорят о том, что у них никогда такого не было, что они никогда не хотели уйти с Рифлэем. У меня, наверное, было три раза, когда я хотела уйти вообще из Рифлэйм. Первое это было, когда я не могла на уровень директора выйти, мне уже хотелось вернуться обратно в школу. И хотелось, ну, все, думаю. Все, достало, наверное, не получается. Ну, вот Хрилова из меня директор, да, но благо спонсор был рядом, да, предложил мне этот проект с пилотной командой. Второй раз мне это хотелось уже даже на уровне золотой директора. Вы представляете, я не помню, что у меня тогда тоже климануло, но вот что-то тоже у меня климануло тогда. Ну, все, хана надо, все это все задолбало, да. Вот, ну, это, наверное, какая-то усталость, профессиональное выгорание, профессиональное выгорание, наверное, наступает практически у всех. И вот третий был период, когда я, наверное, в эти два года не была. Если бы мне было какое-то очень крутое какое-то бизнес-предложение, я, может быть, вообще бы ушла бы с Рифлэем. Я даже вот... Она у меня тоже занимает, она ИП, тоже там интересно, тоже у нее бизнеса. Я говорю, слушай, она мне предложила это, наверное, в сентябре. Говорит, если бы не предложила это год назад, я, может быть, ушла. Сейчас я не на той волне. Я сейчас, я понимаю, хотя я знаю, что есть деньги в Рифлэем, что система работает. То есть у меня это есть понимание четкое. Ну, где-то какая-то усталость, она есть у каждого. Вот важно в этот момент не сдаться. Если вы уйдете в традиционный бизнес, уйдете на традиционную работу, но не будет там легче, но не будет. Это однозначно, да. Я просто себя взяла в комочек, скажем так, в этот кулачок. Я думаю, надо что-то делать. То есть я же, в принципе, шлидер, я же понимаю, как правильно надо. То есть мне осталось только делать. И вот самое страшное, это не снова не получится, а вот самое страшное, больше не буду пробовать. Это, наверное, самое страшное. Я сказала, действительно, вот эта фотография, я ее взяла из той презентации, но я ее так тогда не видела, вот этот слайд. Сейчас я понимаю, что ты действительно как обрастаешь этой паутины. Ты грязнешь вот в этом быте, и вот с этими детьми, там, памперсы, горшки, ну, молодые мамы, я пойму, да, вот эта вот фигня ежедневного, да. Я вот, я не знаю, как, ну, молодые мамы, наверное, или вообще кто были при этом мамами, и уже сейчас, либо папа, я думаю, тоже меня поймут, потому что они видят своих жен. И они вот начинают вот эти сальными волосами, треники, джинсики, да, и так далее. Вот они вот так вот, вот некоторые, и остаются в этом образе. Я понимала, что я так не хочу. Я не хочу даже быть в этом весе, который у меня. Но у меня там не такой большой вес был, у меня 61,5, но я себя чувствовала жирной коровой какой-то, понимаете. Но это реально, у меня там, там жирок висел, там жир там висел. Я понимаю, что я не хочу так. Это еще не откровенность, Нелли. Я еще потом, еще, может, так, ой, Нелли, я же вас знаю. Мы, по-моему, с вами на Ори-Пешке были, да. Я вас помню хорошо. И вот, вы знаете, вот здесь вот этой паутины заворстаешь. И я думаю, ой, елки, ну, надо как-то из этой паутины вырываться. И я начала делать, ну, надо делать хоть что-нибудь. Ну, хоть что-нибудь, да, хоть... Вы знаете, как тоже есть такая вот такая фраза, да, если, там, надо, если... Не можешь идти к своей... Надо бежать к своей цели, если не можешь бежать, хотя бы иди, не можешь идти, так хотя бы там ползи, не можешь ползти, так хотя бы ляг и лежи в ее направлении. Ну, то есть я поняла, что надо хотя бы лечь в направлении моей цели, Я понимаю, что я тупо сижу в социальных сетях, я сейчас смотрю, многие молодые мамаши сидят в социальных сетях, и они, вот мне там, что там, я просто не в курсе, кто-то ей там подарил какой-то замок, кто-то ей подарил елочку, а она там игрушки на елочку собирает, вот такая вот фигня, ну честно, я по-другому это не могу назвать. Я понимаю, что она тупо сидит, играет в игры, то есть она не детьми занимает, она прикрывается детьми, я в декрете, я там, как он говорит, да, я с детьми, я не могу, а на самом деле она тупо сидит в игры, играет, и там ребенка, наверное, ногой или рукой отпихивает, да, типа, отойди отсюда, да, вот как минимум зарядку надо делать, я еще никак не могу до зарядки дойти, Сергей, я обещаю, что я начну это делать, я пока вот до физической нагрузки что-то никак не даю, но это все впереди, надо постепенно внедрять в себя. Я понимаю, что я сейчас на таком подъеме, меня так колбасит, но я думаю, вы чувствуете, да, по энергетике, по темпу речи, это слышно все. И вот эти мамашки, они сидят, вот детей отпихивают, я не могу, я не могу, у меня дети, она сидит, отпихивает их в компьютерные игры, играет. Я думаю, ну я же тоже сижу в социальных сетях, переписываюсь с кем-то, тоже какие-то игрушки там может игра, надо же использовать время как-то. Ну что, почему меня колбасит? Мне нравится работать через интернет, мне нравится это. Да, дай шарик повесить на елочку, да, 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 вот это проект, правильно ли? И меня колбасит, надо начинать что-то через интернет делать, я начала уже копаться, я понимаю, что это уже давно, это уже тема уже, с 2011 года, я уже, мне уже когда-то, меня Артем Богданов учил, я у него училась, по-моему всему, я ему тоже за это очень благодарна, что мне тоже определенное видение дал. Базу очень хорошую, правильную тоже с отношением, поэтому если Артем где-то Богданов есть, вы передайте ему привет, он меня очень многому научил. И я понимала, что надо хоть что-то делать, я поняла, что мне колбасит интернет, а вот в офисе я пока не готова, такая жирная, толстая, 61,5 килограмм, да, смешно, да? Ну вот мне вот, в моем образе это было жирная, толстая, мне даже выйти нечем, нормально, у меня даже платья красивого нет, ну что такое некрасивое выйти? И я понимала, что надо что-то делать, я начинаю в интернет, я думаю, надо худеть, во-первых, я понимаю, что для меня это, у меня уже был такой опыт, для меня это хорошая wellness история, на этой wellness истории пойдут люди, это однозначно. Я сделала похуже фотографию, которая, ну, совсем, чтобы весь жирок был виден, да, я думаю, ну, начну худеть, думаю, а что худеть одной, что дурная, что ли, правильно? Я думаю, надо на это дело собрать тусовку, пилотную команду, да, типа того, да, я собираю пилотную команду, и говорю, девчонки, ай да, кто со мной, причем не важно, консультанты, не консультанты, я бы просто создала группу стройняшки, она вот есть в ВКонтакте, и она открытая, я там не пиздеваю всех, я бы покупать рифлы, я бы просто показываю своим примером, да, у меня есть девчонки, которые офигенно похудели без wellness, да, но другой вопрос, мы посмотрим, будет ли у них вес прибавляться обратно или нет, да, это что же вопрос такой, что они тоже там по 6-8 килограммов, сейчас у меня 7 килограммов на данный момент, с 1 сентября мы похудели. И я, значит, я допустила, мы сделали вот эту группу стройняшки, я начала бесплатно проводить вебинары, это та же wellness академия, по большому счету, записи всех вебинаров есть там у меня тоже в группе, можно и брать, делить, ну, смотрите, неплохой вроде бы результат. Я думаю, что если вам понравился результат, поставьте 2, да, ну, где я вам как говорила, да, видите, вот на животе есть вот жирочек и так далее, да, здесь, ну, уже более-менее уже в хорошей форме, я уже слаживаю 36 маркировку, это круто, да, для меня это было, знаете, я смотрела, ой, как это в 46 размере, как коробочка ходишь, девчонки, ну, себя ощущала так, девчонки надо мной смеялись, потому что большая часть людей, это вообще считается стандартный вес 46, но это были мои ощущения, поэтому я хотела, мне нужна была wellness история, понимала, что на этом будут видеть смогу wellness продукты еще раз, у меня тоже было все эти трое родов, да, три таких есть фотографии, я, по каждому роду набираю очень много, этом по 20 килограммов, и вот сейчас я тоже продвигаю wellness. Мы стали первой командой сертифицированной Life Plus, мы стали сейчас позиционировать wellness, и на мою личную историю стали приходить люди в команду. Прихожу к ортодонту, я сейчас поставила брекеты на старых средствах, хотела красивые белые ровные зубы, и я, она, говорю, ой, блин, Катя, как-то я, говорит, постройнела, я говорю, да, ну, заметила, было 4,5 килограмма, ну, ты же, наверное, там пьешь свои эти коктейли, ну, конечно, пью, поэтому личный пример, настолько он и хорош, и она говорит, слушай, ну, давай, наконец-таки и меня зарегистрируйте, и кто-то рассказывал про коктейли, она говорит, давай, меня, мою медсестру, и они сейчас вот тоже решили стройнесть. И у всех первый вопрос, Катя, наверное, ничего не ешь, я говорю, да вы что, ем каждые 3 часа, вот это для людей вот самая главная фаза, что есть можно, да, потому что у всех вопросов, что это ничего есть не надо, да, вот, поэтому это тоже меня мотивировало. Что еще мы сейчас делаем, мы сейчас запустили онлайн-проект «Золотой экспресс» вот под эту идею на юбилейную конференцию в золотых званиях, да, как минимум, да, то есть для новичков, которые приходят. И мы запустили тоже ежедневные как раз-таки презентации, в 19.00 у нас постоянно есть, в 20.00 у нас постоянно есть обучение, и тоже начали приглашать людей через онлайн. Где-то я приглашала знакомых, где-то как. Я сейчас еще покажу какие-то фишки там тоже, ну, личными сообщениями. Я думаю, что вот это все есть вот на ютубе, на моем канале тоже какие-то вещи, я прямо рассказываю, как мы там, там не очень много сейчас видео на эту тему, но я буду каждый день выкладывать, не каждый день, регулярно выкладывать видео, где можно будет об этом почитать. Про удаленную работу, да, там просто по картинкам мы хорошо работали, там «Туалетная вода в подарок», «Ставь плюс», очень много было регистрации, народ хорошо регистрировался. Просто рассылаем видео, если люди не могут прийти на презентацию, тоже хорошо работает. Правда, видео длинное, видите, вообще 51 минута, у меня там есть 40, ну, надо как-то его сжать до 10-15 минут, ну, это просто запись вебинар. Ну, пока у меня тоже до этого руки не дошли, я понимаю, что это работает. И вы знаете, я понимаю, что на данный момент очень важно, какой у вас бренд. Просто спамить, спамом заниматься, ну, вообще неэффективно, блокируют только так. У меня даже не спамлю, и то блокируют видео на неделю, вот уже на меня, Александр, не мог на меня выйти, да. Как построить личный бренд? Тоже выбрать свое направление, в какой нише вы будете развиваться, и на кого будет рассчитана ваша страничка ВКонтакте. Либо вы будете рассчитаны на клиентов, на покупателей, либо вы будете искать бизнес-партнеров, и у вас будет страничка ориентированная на бизнес. От этого вы будете строить свой профиль. И отслеживать обязательно результаты, смотреть вам в аналитике, статистике, как идет, продвигается ваша страничка, как идет посещение. Вот разные примеры профиля, как можно оформлять. Мне иногда тоже интересно, так смотришь на некоторые профили, думаешь, «Ёлкин, этот человек предлагает бизнес-эрефлейм». Иногда бывает стыдно, бывает наоборот, круто, блин, я тоже так хочу, такую страничку. Здесь видна разная ориентация людей на разные категории людей. Слева – это явно на продукт, но вид работы там, может быть, не совсем уместна, может, с этой картинкой. Тем не менее, это вот девчонки тоже делали. Вот тоже одна из наших лидер, она сейчас живет в Турции, вот в середине ее профиль Юлия Макаренко-Черебаш, и она вот тоже позиционирует как на стиль жизни, на поиск ключевых бизнес-партнеров. И вот девочка у меня тоже, молодая мама, которая тоже пришла только в проект. У нас не так давно есть уже первые результаты. У нее, естественно, позиционирование на молодых мам, на семейный образ жизни и так далее. Работая в социальных сетях, мы используем такие определенные фишки. Эту презентацию я заимствовала у компании, нам она сейчас давала на саммите будущих президентов. У нас в Беларуси прошел восьмой саммит, и нам повезло, он проходил в Вильнюсе даже. Нас даже компания вывозила за границу. Создавайте странички в своих социальных сетях, их можно иметь несколько, их даже нужно иметь несколько. Приглашайте своих друзей, заводите новых друзей, наполняйте страницу содержимым, оставляя посты по теме, в зависимости от того, какое направление вашей странички, и как вы позиционируете свой бренд. Забирайте лайки. Все, кто лайкает, это ваша целевая аудитория, связывайте с каждым. Предлагайте дружбу и предлагайте либо возможности бизнеса. Я, естественно, никогда влог не предлагаю. Тоже у меня есть подробное видео на YouTube. Можно посмотреть, как я прямо переписываюсь с человеком прямо с нуля. По целевой аудитории вы видите, когда выкладываешь какие-то бизнес-фотографии, видно, сколько лайков, даже не так много. Когда выкладываешь с детьми в какую-то одежку, или поехали петь и танцевать, награды какие-то малого, первое, не знаю, больше лайков, я понимаю, что на моем аккаунте какая целевая аудитория? Это, естественно, молодые мамы, мамы тоже с детьми. И у меня большая часть, конечно, аккаунта, я, конечно, рассчитана на целевую аудиторию. Но по поводу этих аккаунтов я привела примеры, когда мордочки животных, цветочки, либо иногда более вольготные такие позы. Я просто случайных людей взяла, они у меня просто в группе есть. Это красивые аккаунты, да, но это не как бизнес-аккаунт, допустим, если вы позиционируете бизнес-арефлей. Это красивый личный аккаунт, но не бизнес-аккаунт. Поэтому тоже вот эти рекомендации используйте, отслеживайте, чтобы действительно позиционировали правильно. Вот здесь некоторые рекомендации, что стоит делать, что не стоит. По поводу добавления всех друзей. Я тоже когда-то этим увлекалась, чтобы просто всех подряд накручивать в группе, там добавить друзьям. Я думаю, вы знаете всякие эти боты, сервисы эти. Ну, ничего хорошего это особо не дает. Почему? Потому что там не всегда ваша целевая аудитория. Вы нагоняете количество, вы, вроде бы, в поиске выбиваете, да, первыми, там, допустим, либо в первых числах. Но это не ваша целевая аудитория. И выхлопа, выхода какого-то, ну, особо нет. Поэтому смотрите, работайте на свою целевую аудиторию, и все-таки хорошо, когда это живые. По группам, по форумам работать. То есть у нас вот тоже Вика Аграбарова, тоже молодая мама, она как раз-таки работает через блоги, форумы, и вот тоже приходят девчонки. Ну, у нас тоже есть, допустим, условия, все, кто в онлайн-проекте, они получают доступ к нашим, там, шаблонам, там, к нашим материалам. Они получают только после размещения заказов, да, то есть без заказов я, конечно, не работаю. Естественно, важно быть очень активным. Составьте для себя список сайтов, где вообще вводится ваша целевая аудитория. Если вы, как я мама, я, естественно, вам сегодня рассказываю про молодых мамаш, и вы можете точно так ее рассказывать, да, заходите на эти сайты, грамотно комментируйте, не просто спамить где-то там ссылочку на себя и так далее, а давайте отдельные советы. Сейчас очень ценится полезная информация, которая бесплатна, но вот на это люди идут. Когда иногда мы влог предлагаем, даже вот эта у меня там картинка удаленная работа, она тоже не очень сильно работала, могу сказать, да, она больше вот срабатывает, когда вот мы более откровенны, да, но некоторые, честно говоря, меня очень осуждают, потому что это так интересно, что мне тогда рассказывали девчонки, и говорят, зачем она выкладывает свои детей, зачем она тогда все это показывает, да, и тем не менее они смотрят мои страницы, то есть это даже не мои, они не у меня в друзьях, это друзья моих друзей и так далее, но они сразу смотрят, они наблюдают, кому-то это нравится, кого-то это мотивирует, кого-то это зажигает, а кто-то, наоборот, уходит в депрессняк и так далее. Ну, я ищу себя со сильных людей, мне это интересно, сильные люди, которые, я думаю, вы тоже здесь присутствуют, и сильные люди, я думаю, что вас тоже это смотивирует, потому что можно даже через два года вот такого перерыва, или реально депрессника, когда ничего не хотелось, хотелось плакать, потому что была еще очень тяжелая жизненная ситуация, я тоже, ну, чтобы быть до конца откровенной, у меня третья девочка тоже нам, через полгода нам поставили диагноз, у меня девочка родилась глухая, вы знаете, если бы не реплеем, я бы ушла бы в такой депрессняк, вы не представляете, я бы просто, наверное, не выпустилась бы это, я бы не ушла отсюда, и вот благодаря тому, что у меня была призем база, были мозги, я понимаю, смысл мне сейчас вот убиваться, смысл мне сейчас вот там что-то делать, если я не могу изменить ситуацию, у меня красивая девочка с руками и ногами, да, не слышит, сейчас есть имплантацию, проимплотировали, я знаю, что здесь присутствует девчонка, я просто не спрашиваю, как вы думаете, стоит про это говорить или нет, они говорят, да, скажи, и я думаю, что для них это тоже, я понимаю, это огромные деньги, чтобы вот вложить это в ребенка, я благодарна компании Рецене, еще почему, первое, почему нам помогли, мы сделали одну операцию бесплатно в Беларуси, ну, она может только на одно ухо делать, мне помогла это сделать мой директор, мой директор компании Reflame, которая мне помогла, ну, поднять определенные связи, и мы сделали эту операцию в 8 месяцев, это была самая маленькая, была имплантированная девочка в Беларуси, в Беларуси на какие-то газеты, это три дня я показываю, и второе ухо, благодаря Катии Тимофовец, мы наши спонсоры, и он нам помог сделать второе ухо операцию, мы сделали в Польше, все время девочка слышит, она уже с года, на 9 месяцев, и с года мы полностью слышим. И эта операция стала 26,5 тысяч евро. Вы представляете, я понимаю, что это всего лишь бумажки, резаная бумага, но у меня их нет. И я могу решить проблему эту ребенку, у меня нет этого денег, даже если продать все мои машины. Скажите, у меня не хватит этих денег, вы понимаете? И находится человек, который просто приносит, ой, ну это у меня аж мурашки по коже, он просто приносит, и мне просто кто-то там, его друзья кто-то перечисляли денег, кто-то доволняло, а порядка 10-15 тысяч евро он мне просто положил в сумочку. Просто положил в сумочку. Я говорю, мне нужна какая-то отчетность, давайте где-то что-то распишусь и так далее. Да, Валя, спасибо, ты меня понимаешь. И я понимаю, я не знаю, до сих пор я настолько благодарна и Кате, и этому мужчине. Это, я не знаю, надо в ноги каяться. Я понимаю, это единственное благотворительность. Как я могу вас обладать? Вот никак. Благотворительность – это просто жест. Я просто хочу это делать. Именно Арифлейн, именно моя команда, которая вот в тот момент, они держались сами в фокусе. У меня не падало звание, у меня был доход, я смогла это решить, ситуацию. За полгода я это узнала, диагноз в ноябре прошлого года, и мы уже в июне мы все сделали. Вы представляете, насколько надо было вот иметь эту силу, чтобы еще стать из этого всего. И не сидеть сейчас малой, я специально вызвала маму. У меня сейчас мама сидит с ребенком, потому что с ней надо регулярно заниматься. Мне надо постоянно говорить. Мне постоянно-постоянно. И тогда она пойдет в обычный старт, в обычную школу. Это девочка, которая слышит. Это обычный ребенок. Поэтому мы всегда в порядке, потому что у нас падают эти аппараты. Но я их заказываю каждый раз новые на ebay, потому что они, блин, нам, белом, если спасибо, дают бесплатный аромат аппарата, но они огромные. Они маленького ребенка оттягивают ухо. Я купила малюпатенький, хорошенький. Ну, не малюпатенький, но все равно. Относительно того малюпатенький. И я хочу, почему я тоже сначала думала, говорить, не говорить, потому что, вы знаете, многие этим прикрываются. Они говорят, у меня ребенок инвалид. Я даже не хочу это слово произносить, потому что, я не знаю, у меня ребенок не инвалид, она у меня нормальная, хорошая девочка. Она все слышит, у меня даже никакой ситуации. У меня ребенок не слышит. Многие прикрываются, а кто-то берет и делает. Вы помните, забыла, блин, вылетело имя. Вот на первый день выступала женщина, у меня тоже ребенок инвалид. У меня такая тоже включилась. Ну, ничего себе, так у нее сложнее ситуация была. И люди прикрываются этим. И они не идут никуда. Они сидят и что-то ждут. Они сидят и что-то какое-то ждут. А надо взять и сделать. Идите к термиде, предлагайте возможности. Я создала тоже группу специально для мамы с кахлярной имплантацией. Думаете, кто-то встал и пошел в дело? Единицы. Девочки сказали, Катя, ну давай я попробую. Но пока, конечно, они меня еще думают, они на меня смотрят. Может, после этого форума тут пару измещенных, которые слушают. Это шанс дать детям лучшее будущее. Да, вы знаете, по-моему, ее звали, да. И давайте тоже детям лучше. Я понимаю, все, я уже сейчас буду закругляться. Давайте пролистаю просто пару слайдов, они у вас будут все равно в записи потом. Ну, в совместные репосты, я думаю, что вы все это знаете, о чем писать. Делаем акцент на продукт, не четко MLM направленный, а в жизни, в стиле жизни. Мне вот это вот очень нравится. Я даже к некоторым лидерам сама лажу и смотрю, мне это тоже интересно, как они. Собираем лайки, работаем со своей целевой аудиторией. Я уже проговаривала, как это делать. Подключаем всю команду в Skype, в Viber, в ВКонтакте. Спасибо Алексею, если в руку, который сейчас будет. Надеюсь, меня тоже слышат. Я сяду, мы тоже у него в касатке, и там у нас добавил Skype. Мы тоже обмениваемся с ним и опытом с Украина. Вы знаете, я понимаю, почему у меня сейчас идет хороший результат. У меня есть очень хорошая база офлайн. Я очень хорошо отработала все методы офлайн. Я вот сейчас даже не знаю, как пойдет у моих новичков, но судя по онлайн-лидерам, я очень равняюсь на семью Родионовых. Я не очень хорошо знаю, как работает Анна Черна, но вот Родионова мне... Поэтому я не могу сказать, как там. Вот о Родионах мне очень нравится, импонирует их система, их подход. Я вижу, что очень огромный рост. Я понимаю, что мои девчонки добьются то же самого. Точно такого же. Но я вам рекомендую, совмещайте. Очень важен баланс онлайн и офлайн. Вы все равно выходите с коляской гулять, если молодая мама. Если на целевой аудитории у вас молодые мамы работают. А с новой МФ это все равно индивидуальное общение. Но я это сейчас стараюсь переводить в онлайн. Также в ВКонтакте нормально общаться, также через Skype нормально общаться. И ключ к успеху – это правильный баланс онлайн и офлайн инструментов. Ну и, конечно, моя гордость – это моя команда, это те люди, которые с ним стоят за моей спиной, которые меня все поддержат, и они меня вдохновляют на новые достижения. Я уверена, что мы сейчас тоже сделаем новые звания. Я все уверена, что я им дадила в подарок фотосессию. Мы вот такую тоже делали, прикольную фотосессию. Мы постоянно после дней команды куда-то ходим, делаем тематические дни команды. Видите, даже в национальных костюмах. У нас тут тоже Саша Зинеевич молодец, он тоже подгонял. И я уверена, что у каждого из вас получится. Поставьте только ты, просто захотите. Вот заведите, не знаете как, начните хоть что-то. Помните, хотя бы лягте в направлении вашей цели, хоть что-то начните делать. И тогда действительно вас будет ждать успех. Ну и жить надо по-японски. Не торописься, не волновайся и улыбайся. Мы с вами знаем, что позитивных людей все равно, все равно у них как-то все складывается в жизни. И я понимаю, что я очень, я никогда не жалею о том, что происходило в моей жизни. Я понимаю, что я очень счастлива. Мне жизнь очень много дала хорошего. Это значит, у меня таких даже особо костяков нет. Но это опять-таки наша позиция. Расскажите про мужа. Муж со мной тоже начинал в бизнесе. Но когда был этот кризис, он просто фанат ремонта машин. Сейчас он ремонтирует машины. Но он опять-таки, он все равно со мной, он постоянно сидит с детьми, он поддерживает меня. Он никогда, я бы сказала, Виталик, я на семинаре сидишь с тремя. Он сидит, переодевать, переодевать. Ну вот, Александр, скажи, есть ли у меня еще возможность ответить на вопросы? Или мы просто завершимся, и на вопросы можно будет ответить, я отвечу индивидуально ВКонтакте? Я думаю, все. Не задерживать и не комкать, потому что любой вопрос потребует такого развернутого ответа. А у нас уже здесь на связи практически подключился Алексей Сихок. Я думаю, твой спонсор. Конечно, я сейчас буду спрощить полностью там каждое слово, все, что будет Алексей говорить. Поэтому если у кого-то остались вопросы, можете задавать мне лично ВКонтакте. Я буду выносить вопросы на стену у себя ВКонтакте, и вы будете видеть ответы каждый. Спасибо всем за внимание. Мне было приятно с вами работать. Мне аж прямо зарядилось. Спасибо Александру за возможность, за такую организацию этого онлайн-форума. Это, я не знаю, это такая синергия всех лидеров. Я не знаю, это достойный аплодисментов. Дайте аплодисменты Александру. Спасибо большое, я отключаюсь. Так, давайте поблагодарим Екатерину Сенкевич за потрясающее, энергичное такое выступление. Кто-то хорошо заметил несколько моментов, что чем выше, чем успешнее лидер, чем выше он по ступеньке карьерной лестницы, тем он быстрее говорит. Поэтому те, кто еще не успевает принимать информацию, пожалуйста, можете посмотреть в записи на замедленные скорости и тренируйтесь, тренируйтесь быстро реагировать в наших быстро меняющихся условиях. Я там заметил интересную штуку, тоже такая, как некая поддержка, что если у кого-то из вас, если вы заметили, что у вас хоть раз, а может быть даже два, появилась мысль в голове, что не бросит ли компания Reflame и все, что с этим связано, то это первый шаг для того, чтобы стать топ-лидером компании. Заметьте этот момент, именно этим секретом Екатерина сегодня с вами поделилась и... с вами поделилась. Сейчас, секундочку, я отвечу нашему спикеру. Так, традиционно, пока у нас подключается следующий спикер, я рекомендую вам, ну как знак благодарности, написать, что именно вы взяли из сегодняшнего выступления, буквально одно, две, три главных для вас мысли. Напишите их прям с кисочком. Если есть фотографии, которые вы делали вместе с лидером, который выступал Екатерина Сергеевича, то, пожалуйста, подкрепите фотографии, будет это интересно. Зафиксируйте какую-то главную мысль, чтобы то, что вы сегодня получили, не прошло мимо. Так, и сейчас маленький технический перерыв, и я подключу вам следующего спикера, ну и, конечно же, предварительно его представлю. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. , спасибо. , спасибо. . Спасибо. . Спасибо. , спасибо. , спасибо. , спасибо. . , спасибо. , спасибо. , спасибо. . . . , спасибо. . , спасибо. , спасибо. , спасибо. , спасибо. , спасибо. Спасибо. , спасибо. , спасибо. И для всех участников нашей трансляции. Я прошу поприветствовать Алексея Севрук. Это еще раз топ-лидер компании Reflame Ukraine. Встречайте, встречайте. Всем здравствуйте. Я просто хочу сказать, что у меня есть приятная новость. Слайды я оставил в Украине, сейчас в Молдове, но я расскажу вам под запись. Просто сегодня будет вебинар живой. Вы почувствуете, на самом деле, те фишки и те секреты, которые я использую в своей работе и на практике. То есть, я думаю, что вы наверняка запаслись ручками и листиками. Я даже как спикер имею с собой блокнотик, ручку, потому что возникают какие-то мысли, идеи, и хочется их показать не только другим, а в принципе идеи записать. Потому что, когда ты что-то создаешь и денешься, у тебя возникает что-то еще новое. И я предлагаю вам сегодня, параллельно, когда вы будете что-то конспектировать, я думаю, что вы получите сегодня массу полезной информации, вы возьмете и разделите листик на две части. С одной стороны, вы напишите «Я узнал», ну это я так говорю, да, «Я узнал», а здесь напишите «Мои идеи». И вы будете писать свои идеи напротив того, что вы узнали. Потому что, ну вот так, да, взяли, записали себе. Вот. И это помогает вам в работе. Я немножко, видите, стараюсь нестандартно подойти к этому вопросу, потому что можно взять слайды, как это все делают. Я тоже так часто делаю и использую слайды в работе. Но сегодня хороший повод, может быть, для того, чтобы мы сегодня с вами поработали мозгами и подумали, как все правильно выстраивать в нашей жизни. Интернет активно ворвался в жизнь каждого человека и я думаю, что многие из вас уже наверняка забыли о том, какой был дефицит домашних телефонов. И у кого-то телефон был, у кого-то нет. И вы как-то, я не знаю, как договаривались, чтобы пойти в театр или в кино или прогулять уроки. Как вы договаривались, я даже не знаю, как это была коммуникация. Раньше в Австралии аборигены передавали коммуникацию барабанами, каким-то звоном и так далее. Гуцулы через тромбиту, через трубу передавали сигналы на большие километры. А сегодня это мобильный телефон. И я думаю, что чем современнее телефон, тем лучше, потому что вы можете управлять своей организацией, вы можете узнавать баллы бонуса, вы можете делать групповую рассылку и так далее. И знаете, самое главное, что у нас сегодня какие-то есть две крайности, которые, в принципе, не всегда бывают. Одна крайность – это люди не хотят меняться, работают по старинке, проводят мастер-классы. Вы знаете, я скажу вам честно, я это не перечеркиваю. И я осуждаю этих лидеров, которые занялись интернетом и говорят, что старые методы не работают. Это неправда. Неправда, я буду защищать сейчас классику, потому что основные товарообороты делаются не через онлайн. Есть опасное количество заказов, которые человек захотел приобрести товар или он получил товар, и это делает самостоятельно, без участия какого-то консультанта. Это меньше одного процента. И поэтому беда тем, и большое проклятие тем, кто говорит о том, что старые методы не работают. Старые методы, они очень сильные, и их нельзя забывать. Благодаря этим классическим методам был построен весь сетевой бизнес. И надо делать низкий поклон тем, кто сформировал огромную сильную базу тех потребительских интересов, которые есть в компании Reflame. Они вспахали это поле, они этот рынок завоевали. И я всегда буду благодарить всех тех, кто работал с каталогами, те, которые стояли с промостойками, те люди, которые проводили мастер-классы, те люди, которые работали по списку знакомых, потому что я сам это прошел. Я знаю, насколько огромные были усилия, и насколько это сделала компания успешной во всем мире. И я хочу сказать, что и прошу вас, никогда, даже если вы в будущем будете заниматься онлайн 80%, никогда не забывайте тот метод, который есть. Потому что сегодня до сих пор Великобритания, уровень жизни очень высокий, я хочу сказать, что там в принципе вообще технологии, ну знаете, что Великобритания создала такие инфраструктуры, как Сингапур на таком высоком уровне, как Тайвань, как Гонконг и так далее. И у них в принципе все инструменты будущего есть. Ну, несмотря на это, Арифлейм Великобритании – это чистые прямые продажи, это непосредственно подбор продукции, это белая косметика, когда подбирается женщине тоже необходимое, что ее делают моложе, делают ее красивее. И после личного контакта она уже делает заказы, она делает подписку на потребление этих продуктов на протяжении года. вот. Поэтому хочу вам сказать, что принципиальный и важный вопрос, да, это MLM 1.0. И это супер, это здорово. Но, есть одно но. Люди, которые не хотят постепенно ориентироваться на онлайн, зачем онлайн нужен? Да, по крайней мере просто, чтобы облегчить вашу жизнь, чтобы упростить, к примеру, момент коммуникации. Да, вот как передавать новости. Если вы умеете пользоваться обычным сайтом компании Reflame, у нас на сегодня не каждый директор делает рассылку через сайт компании Reflame. Поэтому не все консультанты знают об акциях, не все консультанты знают о мероприятиях, о поздравительных, о квартальных форумах, о распродажах и так далее. Не все заходят в интернет, но многие смотрят электронную почту. И поэтому очень важно, чтобы вы доносили рассылку. Не все используют рассылку через смс, групповую рассылку. Хотя я об этом говорил еще десять лет назад. Да, этим нужно управлять, это надо научиться, это важно полюбить. Потому что это основная часть вашего успеха. И MLM 1.0 он требовал каких-то изменений. Потому что если вокруг все меняется, все упрощается, почему бы и Reflame не улучшится. И появился стремительно инфобизнес и появились какие-то новые MLM компании, которые начали быстро расти как грибы в онлайне. И в принципе у них мало что было похожее на классику. Не надо кипишевать и переживать. Все паниковали, они захватят весь рынок, что нам делать. Мы не умеем пользоваться компьютерами. Мы не знаем, что такое социальные сети, как на самом деле. Мы не изучили еще канал YouTube и все остальное и прочее. И многие компании эти возникли и потом резко исчезли. Почему? Потому что у них не было... Хотя им нужно тоже быть благодарным, потому что они намекнули, что технологии и будущее любой экономики за технологиями. Сегодня у кого есть технологии, допустим Япония, да? Это самые успешные автомобили, это самая успешная техника, роботы и все остальное, да? Если посмотреть на систему бухгалтерского учета, если посмотреть на банковское дело, сегодня без интернета банковская система общения не имеет ничего перспективного. И поэтому так же самое в сетевом бизнесе без компьютера, без коммуникации, без сайта, без общения через Skype, через вебинары, как мы сегодня, да? Эта технология. Обойтись невозможно. Но если настоящее отрицает прошлое, то у этого настоящего не будет будущего. Вы согласны со мной? Это моя ценность. Это моя концепция. Я на этом твердо стою. Буквально недавно Галина Вячеславовна Биланова на топ-15, это мой самый лучший лидер моей организации, Галина Вячеславовна Биланова и Владимир Викторович, они входят в тройку самых успешных лидеров СНГ и в пятерку самых успешных лидеров всего мира компании Reflame. Они изучали некоторые технологии тех достижений, которые есть сегодня в Reflame через онлайн. И я хочу вам сказать одну очень важную вещь. Очень важную вещь. И это будет подтверждение того, что было разработано. Секундочку, я возьму бутылку воды, потому что хочется на высоком тоне проводить мероприятия с мотивацией. И очень много даю сейчас энергии вам, чтобы вы подзарядились. Сейчас в гостинице «Рэдисон», да, нахожусь. В Молдове на семинарии проходят два мероприятия. Сегодня мы с Наташей рассказывали, проводили мастер-класс с тренингом. Завтра у нас будут форумы, мы там тоже выступаем. Сегодня то, что я не рассказывал. В Молдове, я думаю, что в других городах бывшей Молдавской, тоже присутствуют на этом эмбинаре. И поэтому она сказала одну интересную вещь, что она узнала. Что онлайнщики, которые работали чисто через онлайн, они столкнулись с тем, что организации, которые строятся, чтобы стать директором, нужно иметь, кто работает через интернет, 3-5 тысяч человек. Иногда организация, чтобы сделать 7500 баллов, организация должна иметь около 10 тысяч регистраций. Скажите, пожалуйста, кто готов в таком ритме работать? Не каждый. А если готов, то очень быстро устает. И потом, ну, как-то, ну, после достижения определенного уровня уже, ну, желание, язык на плечо, руки опускаются и так далее, потому что это гидраническая работа. И они поняли, что очень важный момент, это тоже очень правильный шаг, который они сделали. Они начали смотреть, как работают оффлайнщики. То есть они начали использовать методы, которые были у тех, кто занимался классикой. Это подбор продукции, это первая встреча, вторая встреча, это поздравительные мероприятия, это встречи с консультантами, это проведение совместного отдыха, выездные семинары и так далее. Я хочу вам сказать, что они пришли к тому, о чем я говорил еще 5 лет назад. Это MLM 3.0. Это концепция, которая имеет место и право жить на ближайших 100 лет. Методика, которая позволяет, в принципе, быть неуязвимой, потому что она может лавировать между элементами интернета и элементами оффлайн. Потому что и то, и то может будет работать. И будущее, как Магнус сказал, оно не может называться это интернет или это классический бизнес. Сегодня любой бизнес, он соединяет и то, и другое. Только это я структуризировал и объяснил, и создал модель, которая позволяет прекрасно понимать, человек, который приходит в ваш бизнес, его нужно, если он работал, допустим, там, пришел с компанией Avon, к примеру, или Цептер, или какой-то другой сетевой компании, и он работал там с каталогами, там, презентации, домашние кружки и так далее. Это нельзя перечеркивать, потому что он умеет так работать, понимаете? И у него есть интерес в этом работать, и он чувствует себя, как рыба в воде. Нужно немножко, постепенно объяснить ему, как это можно использовать и в онлайне. Потому что здесь, в принципе, ну, немножко по-другому посмотреть. Я рекомендую разобраться в этой методике, потому что она, ну, как говорила Наталья Глаченко, такая лодка с двумя веслами, да, как в сетевом бизнесе можно добиться успеха, если ты будешь в два весла. Если у тебя продажи, то ты будешь плыть на лодке, и одно весло будет делать движение лодки, ну, на одном месте и лодка будет вращаться. Если вы будете вращать только правое весло, тогда у вас будет только чисто рекрутирование. Будет много людей, не будет особых продаж, и вы будете тоже топтаться на месте. Много действий, энергии тратится, да, вот, а результат будет стоять на месте. И поэтому, чтобы добиться результатов сегодня, нужно делать два действия. Одно действие – это продажи, и второе действие – это рекрутирование. Если посмотреть, я говорю сейчас в одной плоскости, да, горизонтальной плоскости, есть вертикальная плоскость. Вертикальная плоскость – это вертикаль движение, цивилизованный путь, да, это использование элементов, которые связаны с оффлайном, это личный контакт, потому что люди приходят на личность. И чтобы личность прочувствовать, надо с ней поговорить. Если будет висеть аватар, какая-то фотография, эта фотография не сможет зарекрутировать человека и обучить этого человека строить большую сеть. Потому что это лидерство, и лидерство невозможно передать только дистанционно. Лидерство передается из уст в уста. Есть понятие, что главы великих государств, они вынуждены встречаться для того, чтобы обмениваться опытом, общаться и так далее. Даже организации объединенных наций, люди не сидят в скайпе и не проводят эти встречи. Да, есть элемент каких-то частичных переговоров или срочный разговор по телефону, да, но все равно это будущее, и без этого будущего просто невозможно. Да, есть момент диктаторства, да, ну, к примеру, там, тот терроризм, что делается, да, это можно записать видео и показать, как производится смертная казнь, напугать всех, кто был дистанционно, да, вот. Эта страница дистанционно управляет миром, страхом, авторитарная система. А есть система, я бы сказал, партнерская система, да, когда ты разделяешь человеком радость не только успехом в бизнесе, но и радость жизни. И вот то, что делает компания Reflame на конференциях и так далее, да, можно было в компании Reflame взять и каждому из вас выслать деньги. Вот представьте, каждому из вас, вот вы достигли успеха, к примеру, да, и вы заработали золотую конференцию или бриллиантовую, а вам высылает тысячу или две тысячи долларов, говорят, вот тебе деньги на отдых, сам пойди потрать. Вот скажите, пожалуйста, те, кто были на конференции, Вам лучше тысяча долларов? Ну, пишите в комментариях, если вам интересно каким-то образом. Вам нужно тысяча долларов и самому где-то с пивом, с старанькой провести время? Или же вы хотели бы провести время в кругу единомышленников со своей командой, с коллегами из других структур, обменяться опытом, повидать мир, посмотреть на небоскребы Сингапура, покупаться на 57-м этаже бассейна вот того отеля, где компания Reflame отдыхала, или, к примеру, там в Бразилии посмотреть футбольный матч и так далее. Вот скажите, пожалуйста, как можно заменить, да, деньги и сидеть у телевизора тем, что делает компания Reflame. Поэтому здесь самый главный момент – это понимать, что не гоняйтесь и не соглашайтесь на те обещания, которые иногда бывают в интернете. Ребята, хотите будущего, все равно нужно разговаривать. Кто не разговаривает, кто не проводит беседы, тот не развивается. Может быть, какой-то будет краткосрочный успех, какой-то результат, какие-то звания, какие-то временные и так далее. И потом все может исчезнуть, потому что нету вот этого цемента, да. Кирпичи с кирпичами соединяются за счет каких-то отношений. Вот. Это должно быть всегда. Это без этого, ну, никак вы, ну, поверьте мне, это не сработает. И я хотел бы рассказать вам концепцию, которая в рабочем состоянии. Как это все работает. Прежде всего, в любом случае, вы должны знать, что надо где-то брать… Новичок, который приходит в бизнес, он задает вопрос, где мне взять людей. Правильно? Ну, пример. Он говорит, я не хочу приглашать людей, которых я знаю. Я думаю, что они мне откажут. Или они там были в Арифлейме и так далее. Вот смотрите, самое главное, первое, вы должны создать дублицируемый поток людей. Чтобы люди, которые пришли в ваш бизнес, они могли за собой сразу приглашать других людей. И они согласны работать. Да, могут предлагать варианты, занимаясь спамом, к примеру. Спамировать. Но я думаю, что пока мне это очень опасная штука. Поверьте, это… Ну, если вы начали это, ну, лучше это дело закончить, потому что это нарушает все законы. Но если есть какие-то законы писанные, то они для чего-то прописываются. Они все-таки в контексте идут с законами Вселенной. Вот, они подтверждаются духовными силами. Поэтому лучше работать правильно и красиво, и не вредить и не нарушать нашему рынку. Рынку компании Reflame. Да, ни в коем случае не пугать население своими массовыми рассылками без согласия другой стороны. Да, потому что мы должны думать о будущем. Люди, которые не хотят урвать сегодня кусок, они любой ценой хотят сделать результат. А что в результате? Да, что потом будет? Как люди будут думать о компании Reflame? Как они будут отзываться об этом? Я хотел бы, чтобы подход был разумный. Я надеюсь, что я умных и правильных людей ничем не обижу, когда я призываю о том, чтобы не заниматься спамом и наглыми массовыми рассылками, обманным путем завлекать людей, обещать, что вам ничего делать не надо и завтра вы станете успешными. И рассчитывать на то, что если вы заспонсировали человека, который не делает заказы, думать о том, что завтра станет директором. Это неправда. Людям надо говорить правду. И многие компании, к примеру, как M-Way, за такие дела не только штрафовали, а закрывали возможность строить бизнес. К примеру, в Китае или в Индии или в Великобритании. У M-Way были проблемы, когда в городе, за то, что человек ничего не будет. Ну как так. Это преступление. Можно сказать, криминальное преступление в рамках компании Reflame. Обещать людям ничего не продавая, ничего не покупая, не прикладывая никаких усилий, ты завтра станешь директором компании Reflame. И выставлять свои чеки. Я тоже могу показывать чеки и так далее. Но я это не делаю. Потому что надо быть корректным тем людям. Потому что люди хотят увидеть, прежде всего, тот результат, который они получат. Они получат кто-то. Они будут работать для себя и на себя. Это очень важно. Поэтому политику в интернете важно строить правильно. И большинство коллег, которые начинали интернет еще 3-7 лет назад, они меня поддержат. Я не буду сейчас перечислять фамилии. Вы прекрасно этих людей знаете. В основном это к радостью. Это мужчины, которые развивали эти проекты. И они со мной согласятся с тем, что мы должны делать бизнес красиво. Потому что это бизнес красоты. И наше поведение должно быть красивое. Да, не в этом году сделаешь новое звание. Ну, в следующем. Но зато ты сделаешь его совестью. Понимаете? Мне нравится, что у Reflame есть такое понятие «дух, единство, страсть». Это три единства такое, которое, в принципе, было даже у славян. Да, когда вот эти похожие элементы, да, они были. Помимо духа, единства и страсти, было еще, знаете что? Очень важно – совесть. Вот очень важно построить бизнес в интернете на совесть. Потому что горе интернет-предпринимателей, которые сегодня есть, они могут по-разному. Потому что сегодня можно бренд в интернете себе раскрутить буквально за три месяца. Нечестным способом, да. Можно обвинить хорошего человека, который является порядочным, и создать ему компроматы и выдумать разные истории против него за один день. Нанять специалиста, который это делает и так далее. У меня есть такие знакомые, но я не прибегаю к их услугам, потому что, в принципе, я считаю это некорректным и нечестным. Хотя мог это делать, да. Вот. Я считаю, что мы, прежде всего, должны заботиться о том, какое будущее мы создаем для наших людей, для того, чтобы у них была возможность рекрутировать и через пять, и через десять лет в компании Reflame. И я говорю сейчас за качество. То есть, приглашая конкретно каждого человека в онлайне, мы должны, как и в оффлайне, этому человеку рассказать правильно о этом бизнесе, выявить его истинные потребности и желания, определить цели, согласовать с ним планы, дать ему мини-задание, прочитать книги. Не просто сидеть и нажимать на кнопки, да, добавлять друзей, а прочитать план успеха, к примеру. Сначала, да. Книжку «10 уроков на салфетках», да. Книжку «Путь от возражения к согласию», чтобы он умел разговаривать с людьми. Сказать о том, что встречи в онлайне тоже нужно проводить. Что работа в интернете – это тоже общение. И здесь надо проводить как минимум 5 встреч в день. Это вполне нормально, да. Потому что любой интернет-магазин, любой интернет-магазин, например, в Украине, есть магазин «Розетка», вы знаете, да. В России свой какой-то известный. Там обязательно есть колл-центр. И если вы делаете заказ, вам перезванивает сотрудник, уточняет заказ, разговаривает, консультирует, отвечает на вопросы и может подкорректировать заказ или предложить что-то еще большее. Это мировой маркетинг. И он так будет работать, да. Без него он никуда не деться. Так вот, мы с вами сказали о конвейере, да. То, что я вам говорил, что первое правило, которое должно быть, человек, который приходит в бизнес, он понимает, что ему нужна команда. И он должен знать или придумать самому, или все-таки получить вашу подсказку, где ему брать людей. Люди берутся там, где легче взять как можно больше людей, да. Это сегодня социальная сеть. Это интернет. И надо прекрасно понимать и объяснить этому человеку, почему люди, которые еще не в твоем проекте, которые еще не знают о компании Reflame, почему они должны выбрать тебя. И как они должны на тебя прийти. Это очень важно. Если у человека есть какие-то поверхностные знания, если он знает основу, он знает, как разговаривать, если вы этому обучили, если вы рассказали, какая должна быть страница, да. Даже если будет одна страница в интернете, я работаю с одной страницей, у меня больше одной регистрации в день. Если вы сделаете элементарную, хорошую, качественную страницу, вам не надо делать 50 страниц. Ну, это клонирование. Я не знаю, насколько человек счастлив от того, что он будет иметь много регистрации, много денег, если он клонированный, да, и так далее. У нас был ласковый май, который выступал одновременно в разных городах в один и тот же день. Вот. И чем это все закончилось? Поэтому я хочу вам сказать, что научитесь создавать четко одну страницу, научиться с ней работать правильно. И работать с теми людьми, общаться с теми людьми, которых вы пригласили. Вам необходимо просто то, что вы делали при обычной встрече. Потому что что происходит сейчас? Человек работал в классике, в оффлайне. Он работал, прикладывал усилия, проводил встречи там в кафешке и так далее. Тут появляется интернет. И он говорит о том, что по-новому он не умеет, а по-старому он не хочет. Ну, нужно что-то делать вообще. И он, получается, находится между двумя реальными мирами. Мир есть онлайн и есть мир оффлайн. И он зависает между этими пространствами, как в матрице. Застыл и все, и замерз. Что нужно для этого делать? Для себя понять, что возьми с собой то, что тебе нравилось делать. Нравится общаться? Я думаю, что в сетевой бизнес люди приходят от того, что они любят других людей. Они хотят другим помочь. Да, хотят и реализоваться. Самому выйти на следующий очередной личностный рост. Правильно? Какие-то материальные блага при получении. Внимание! Сиди в следующий... И я хотел... Это у нас тестирование в Redison проходит. Внимание! Сиди в четвертом. Сиди в четвертом. Сиди в четвертом. Прикольно. Тут у нас такие вещи и бывают в гостинице. Вот. И уверен, что мы должны сегодня понять, что поток людей... Сейчас вы выйдете на улицу, к примеру, да? Сейчас, к примеру, в Москве уже в 9 часов 15 минут по вечеру, в Киеве в 8.15. И вы выйдете на улицу, и вы поймете, что на улице ты вечером не будешь приставать к людям. И если большинство людей, которые пришли в сетевой бизнес, они пришли в бизнес каким образом? Они пришли в бизнес этот, имея еще основную работу. И посвящать свои... 80% людей, которые строят структуры, они еще имеют основную работу. И, к правилу, они могут таким заниматься после работы. А когда человек приходит после работы, другие люди тоже после работы устали и не готовы встречаться в обычной жизни. И, конечно же, человек, который приходит, он приходит отдыхать в интернет. Он заходит в Одноклассники, ВКонтакте, и он получает там новости, играет в какие-то игрушки, может быть, ему нравится. Он переписывается со своими друзьями и так далее. И здесь вы можете встретить тех людей, которые вам нужны. Поэтому поток людей... Я еще раз говорю вам, вы можете находить в интернете. Вы нашли человек людей в интернете. Вторая особенность, которая очень важная. Это второй пункт. Первый пункт, я вам объясню, это поиск людей, где их брать. И брать их там, где они есть. Второе, это этих людей обучить. Обучить элементарным шагам. Обучить... Этого человека тому большинство людей, что сами начинают говорить. Слушай, спонсируй 100 человек в месяц и так далее. Создай 50 сайтов и все остальное. Ну, вы сами это не делаете. Расскажите ему то, что вы делаете сами. Знаете, как... Если тебе wellness помог, расскажи, как он тебе помог. Ну, если ты будешь рассказать, что как wellness помог тому, кого ты не знаешь, что это будет, ну, не передаваться эмоция. И вы берете и создаете обучение, которое у вас есть. Либо вам помогает спонсор, в большинстве случаев поможет спонсор, чтобы он выстроил систему обучения для прихода этих... Сначала должно быть обучение ознакомительное, чтобы люди понимали, какой бизнес они приходят. Да? Это возможности компании. И возможности вашей команды. Что вы делаете для того, чтобы человек заработал в вашей команде? Он пришел, зарегистрировался, принял решение. Он пришел через социальные сети или через ваш сайт, или по списку знакомых. Но вы его обучили первым правилом, да? Что надо делать в этом бизнесе. Второе обучение, которое надо... Надо дать им инструменты. Какие у вас есть инструменты? Инструменты могут быть... У кого-то уже есть супер-рекрутинговый сайт. У кого-то есть сайт в виде блога, который информирует о мероприятиях. Есть сайты обучающие. Если таким образом вы работаете, вы должны ознакомить человека, как работать с этими инструментами. Потому что без инструментов сегодня очень сложно. Ну, то же самое, можно ли тайгу без инструментов пилить, чтобы были дрова? Ну, если у вас будет лобзик один, то вам даже не хватит этого лобзика, чтобы хотя бы одну сосну спилить. Но если у вас будет бензопила, понимаете, да? А если у вас будет такая машина, которая будет стричь просто как траву стричь сосны, тогда у вас будет и дрова, и дома, и деньги, и все остальное. Поэтому вам нужно задуматься, какие инструменты вы можете использовать. Я вам рекомендую, прежде всего, монсорам, кто у вас есть, и спросить, какие инструменты у тебя есть для работы. Вы должны узнать инструменты, которые есть у компании Reflame для того, чтобы работать в этом бизнесе. Инструменты – это является каталог, инструменты – это вебинары от компании Reflame, инструментами является еще сайт, потому что сайт и дает вам реферальную ссылку. Вот, к примеру, да, многие задают вопрос, а как мне рекрутировать людей на полуавтомате хотя бы? Да очень просто. Вы узнаете у своего спонсора или у своего астма, какая у вас реферальная ссылка. И вы можете эту реферальную ссылку поставить в статусе вашей социальной сети. И люди, которые будут видеть вашу страницу интересной, они захотят узнать больше об этом бизнесе. Они могут зайти на реферальную ссылку и уже под вашим дистрибьюторским номером зарегистрироваться. Но большинство это не знают. А почему не знают? Потому что они, ну, или они плохо думают о компании Reflame, ну, это так редко бывает, да. Ну, они не верят, что компания такая продвинутая, да, они думают, такая реферальная ссылка, тут надо все вручную делать и все остальное. Второй момент – это люди, ну, есть невежественные, да, они не хотят узнавать свежую информацию, а если уже узнали, они не хотят ее применять. Это невежество, да. И третий способ – это люди, которые, им настолько все надоело делать по старинке, что они не особо знают, что новые методы дадут им серьезное счастье, да, и хороший доход. Вот, поэтому надо понимать, что привлекая людей, вы, прежде всего, должны их обеспечить обучением. Обучением, познакомиться с обучением компаний и всех вышестоящих спонсоров, которые у вас есть. Да. И третий способ, тоже очень важный, и это то, что часто отсутствовало в MLM 1.0 и в MLM 2.0, то есть отсутствовало в чистом оффлайне и отсутствовало в чистом онлайне. Это система поддержки, сопровождения плотного и мотивации. Потому что большинство людей могут быть, у меня были такие люди, которые могли спонсировать, но они не хотели, допустим, обзванивать людей, не хотели заниматься людьми. Они просто брали и так вот приводили, регистрировали и все. И на этом все заканчивалось. Ребята, поверьте, что люди как быстро сбежались в кучку, так они быстро и разбежались. Поймите, что люди должны приходить не только ради того, что вам обещает суперкарьеру. Помимо суперкарьеры, им надо отношения, им надо забота, им надо внимания, им надо теплота, им надо человечность. Им надо, чтобы они могли рассказать о своих каких-то задачах, проблемах и так далее. И поэтому вы должны это понимать, что дефицит общения с каждым годом становится все больше и больше. Вы посмотрите, как часто близкие встречаются, как родственники часто встречаются друг с другом. Расстояние как будто кажется еще больше между людьми. И раньше, помните, писали открытки с Новым годом, с 8 марта, я помню, 80-е годы, 90-е годы. Мы делали там, мы рассылали 50-100 открыток. Просто вообще, как бы держали связь на праздники абсолютно со всеми родственниками. А сейчас, помните, когда вы в последний раз звонили там двоюродной сестре, к примеру, или там дяде, или крестным и так далее. Это все реже и реже. А людям это хочется. Им хочется общаться, им нравится общаться. И слава богу, что есть сетевой маркетинг, который работает и в офлайне, и в онлайне. Как-то сдруживает и компенсирует этот дефицит. Вот, MLM 3.0, он всегда будет продвигаться вперед. И даже если будут придумываться там 4 MLM, MLM 5, MLM 6, ну это просто будет уже, ну как подразделение MLM 3.0. Потому что мы двигаемся в направлении, в направлении, когда человек будет всегда приедет. Мы в ресторане, и мы можем одновременно разговаривать с другом и быстренько ответить на смс-ку или ответить в контакте. Ну оно уже настолько все соединилось. Правильно? Вот. И я немножко расскажу вам о том, потому что многие, кто сегодня присутствует на мероприятии, они пришли, наверняка, вы и ваши люди пришли уже может быть больше полгода, год назад. Кто-то 3 года, кто-то действует в компании Reflame. И уже за плечами есть какой-то определенный опыт. Уже, наверное, научились преподушать людей. Правильно? Есть такое. Уже научились проводить какие-то обучения. Да, есть обучение. И задаете вопрос, ну почему-то нет новых званий в команде у ваших людей, нет этого роста и так далее. Вот на этом мы сейчас остановимся более подробно, потому что элемент плотного сопровождения, заботы о команде – это то, что будет являться будущим и решающим. И люди, которые… ну почему есть новые компании, которые не растут? И в принципе вот эти новые компании, они между собой похожи. Я хочу сказать, что у них нету вот той особенности, которая есть у нас. Потому что мы пришли сюда на определенные ценности. Правильно? Нас это все объединяет и идет от основателя Роберта Йонаса Афьокников и вот их человечность. Да, даже в трудные минуты, когда нам тяжело, мы все равно остаемся с компанией Reflame и потом подтверждаем своим присутствием, что мы сделали правильный выбор, потому что трудности проходят. То есть компания с каждым годом мудрее, становится еще мощнее, интереснее, привлекательней. И основатели все сделали так, чтобы эта компания постепенно, но год за годом делала вас сильнее, закаляла вас и выводила вас на новый этап развития. И особенностью этой компании есть шанс всегда исправить ситуацию и сделать себя лучше. Вот это сопровождение, которое вы оказываете для своих людей, оно бесценно. Оно в принципе, ну за деньги его не купишь. Вы можете нанять няню для своих дистрибьюторов, вы можете пригласить тренеров для своей команды. Но вы должны помнить, что люди пришли на вас и они хотят видеть, как вы развиваетесь, как вы за собой ведете. Да, потому что если нету Александра Македонского, то ни одна армия не пойдет за другим вожаком. Если нету Спартака, ни одна армия не пойдет за другим вожаком. Понимаете? Вот так же самое и здесь. Вы пришли в этот бизнес и люди будут расти только тогда, когда вы растете. Вот это очень важный момент. И когда вы согласны, чтобы ваши люди росли. Есть причин несколько, почему люди не растут. Во-первых, кто-то хочет быть сам главный. И никто не желает, чтобы кто-то развивался. Ну таких очень мало, но в Арифлэме я тоже встречал таких людей, когда люди препятствовали росту своих консультантов, чтобы эти консультанты открывали или из ПО, или делали новые звания. Да, такое встречается. Сейчас вы будете шокированы. Такое тоже есть. И это эгоизм, который с одной стороны мотивирует человека добиться результата, с другой стороны достичь какого-то потолка и не подняться дальше. Но в сопровождении есть момент, что вы должны работать по определенным созданным шаблонам. Потому что сопровождение нужно уметь передавать. Есть, знаете, самое лучшее, что может быть, это преемственность. То есть преемственность – это менеджер делает то, что делает директор. А ключевой партнер делает то, что делает менеджер. И отходить от правил сильно нельзя. Почему? Ну потому что если вы будете больше, чем на 50% менять систему, она развалится, потому что она не будет проверена временем, она может быть неприменима на практике, она может быть неизмерима в расстояниях временных и так далее. И вы должны четко понимать, что в плотном сопровождении вы должны узнать, как работает ваш спонсор. Если ваш спонсор создал организацию, он создал ее благодаря какой-то системе. Вы должны разобраться в этой системе. Есть люди, которые могут объяснить эту систему, кто-то не может. Если кто-то не может, вы можете со стороны посмотреть, как работает этот спонсор. Потому что он работал по отношению к вам. Сколько встреч он провел, к примеру, да? Сколько он времени посвятил, как он работал с вашими людьми. Кто-то сейчас скажет, что я сам все делал, я сам все строил и так далее. Хорошо. Если ты создал организацию, вот ты сам все делал без своего спонсора, у тебя тогда была какая-то система, да? И тогда можешь ли ты эту систему озвучить или описать каким-то трудом, да? Вот, допустим, все ученые могут объяснить какое-то изобретение определенным описанием. Вот вам такое домашнее задание. Опишите систему, как вы работаете. Конкретно, какие действия вы делаете, которые можно повторять вашим людям. Могут ли они повторить ваши действия? То есть, если вы спонсируете на автомате, к примеру, 2000 человек в месяц, могут ли сделать это ваши люди? Не гипотетически, а реально. Понимаете? Потом можно сказать, каждый человек может спонсировать 2000 человек в месяц. Мы говорим о реальности. Вот возьмите любого студента или пенсионера. Может ли он это сделать или нет? То есть, вы должны обучать людей тому, что может сделать обычный человек. Понимаете? И моя методика, по которой я работаю в MLM 3.0, это элементарно взять одну страницу, которая у вас есть в интернете. Не важно, нравится вам там Facebook, работайте там, где вам нравится. Берете социальную страницу. Делайте нормальную, качественную фотографию. Наполняйте свою страницу сообщениями не о политике, а то бывают такие бои политические, там, дебаты и все остальное. Не надо касаться национальных каких-то интересов. Вот те поступили правильно, те неправильно и так далее. Не надо касаться вопросов культуры или религии. Можно говорить о энергии вселенной, можете какие-то полезные труды писать, которые будут быть полезными для большего количества людей. Но если у вас какое-то узкое направление, то не раздражайте тех, кто не согласен с вашей точкой зрения. Потому что для этого существуют какие-то закрытые чаты, закрытые организации, где если вы там масон, то вас никто не поймет, если вы начнете там что-то продать, какую-то свою идею и так далее. Ну, к примеру, я специально взял такое общество, которое не распространенное среди нашего окружения. И на тему секса, да, то есть если человек постоянно пошлит на свои страницы, это будет отталкивать. Ну, может быть, вы какой-то один пол заинтересуете, а другой пол будет против. И уже начнется конфликт. А в семье, если есть два пола, да, в семье, то наверняка уже вся семья будет настроена против, потому что на этой почве могут быть какие-то конфликты. И поэтому вы должны задумываться о том, чтобы ваша информация, она должна быть очень полезной. Я выработал концепцию, которая позволяет вашей странице быть популярной. Чтобы вы были популярными, вам нужно понимать это. Утром, утром, какие публикации рекомендуется? Публикация, которая связана с тем, чтобы вы поднимали интерес и желание к настроению человека, к позитивному настроению человека. Вы можете писать, что сегодня день спорта. Я сегодня с утра уже пробежал 5-10 километров. Или же вы поздравили утром уже с 8 утра особые фотографии с цветами с 8 марта или чашка кофе красивая, такая фотография, призывающая за чашкой кофе спланировать свой день. Какой-то позитив, который принесет полезность. Не только настроение, но может еще подтолкнуть человека к каким-то определенным правильным действиям, которые помогут ему этот день провести достойно. Днем вы можете публиковать посты, которые связаны с информацией, связанной со здоровьем, с семьей. Все, что угодно может быть. Вы какие-то, может быть, советы, как вы проводите вместе время в семье. Или это может быть связано с тем, что вода приносит пользу. Публикуйте информацию, не чужую копировать, где-то в интернете, а напишите своими словами. Можете вы какую-то общую информацию, научные труды Гарварда, можете описать простыми 10 пунктами, которые помогут человеку не пересчитывать кучу статей, а буквально в сжатой информации получить тот концентрат, который нужен. И какую-то красивую фотографию, желательно свою. И вечером вы уже можете просто отправить информацию о вашем предложении о бизнесе. Вы должны описать на основании потребности. То есть можно сказать, что сегодня многие ищут работу в интернет. И мало кто сталкивается с проектом, который дает хороший результат. Я в свою очередь разобрался во всем этом, решая в интернете, которая связана с официальной компанией продукты здоровья и красоты. И несмотря на то, что окружающий мир меня сразу не понимал, я уже получил определенные результаты. У меня уже, допустим, было 150 баллов бонусов и 8 регистраций в течение короткого периода времени. Вы должны сделать такой призыв привлекать людей. Понятно, да? И тогда через полгода, через год ваша страница, она будет мега популярной. Люди будут сами вас искать, они будут сами добавляться к вам, они будут вас спрашивать, они будут к вам регистрироваться. И не нужно выдумывать какие-то особые формулировки, не нужно покупать дорогостоящие ленинг-пейджи и так далее. Людей тоже это пугает. Я думаю, что здесь очень важно разобраться и обратиться к вышестоящим спонсорам по вертикали. Кто как работает. Понимаете? Это принципиально важный вопрос. Еще такая подсказка, очень классная подсказка, я скажу вам о секрету. Никому особо не говорите, кроме тех людей, которых вы любите, хотите им помочь. Очень хорошая подсказка. Очень многое обучение, которое продается за большие деньги, буквально через два месяца становится общим бесплатным достоянием в Ютубе. Есть правило инфобизнесменов отдавать полезную рекламу, если они хотят быть популярными, они через некоторое время бесплатно выкладывают свои знания для общего доступа. И поэтому я хочу вас обрадовать. Вам не нужно тратить сумасшедшие большие деньги для того, чтобы научиться работать в интернете. Вам необходимо иметь характер, потому что благодаря вашему стержню вы заставите себя изучить, что такое блог, что такое сайт, что такое социальная сеть. вы научитесь работать, пользоваться инструментами благодаря вашему характеру. Если оно дано, то оно дано, понимаете? И во-вторых, это очень важный момент воспользоваться тем временем, которое сейчас есть. Потому что сегодня больше никогда не повторится. Вот сегодняшняя встреча, которая проводится, она только сейчас, она только сегодня. И вы должны это ценить и понимать. И я хотел бы попросить вас, чтобы вы прочувствовали себя в интернете и понимали, что вам необходимо развивать в себе деловые и личностные качества. Что умение пользоваться компьютером это не самое сложное, но и самое главное, не самое последнее правило, которое необходимо делать в этом бизнесе. Продолжайте дальше посещать тренинги психологов, продолжайте дальше общаться со своими спонсорами, продолжайте дальше развивать людей, которые работают и в онлайн, и в оффлайн. Поддерживайте своих людей, если они стараются, если они что-то делают, если они ищут, если они трудятся, если они проявляют свою активность. И я хотел сказать, что вы сегодня на грани какого-то нового толчка в вашей карьере. Перед вами скоро откроются новые возможности, потому что компания Reflame не стоит на месте. Она придумывает новые инструменты, в следующем году будут новые продукты. Скажу по секрету, может быть, через год, через два у нас будет секретный продукт под названием Wellness Mama. Не надо сейчас спешить заводить в компанию Reflame, говорить, когда Wellness Mama появится, нам супруг Алексей сказал и так далее. Это пусть останется между нами. Это бонус, это бонус для тех людей, которые пришел на мое выступление, на мою тему. Вот. И я хотел бы сказать вам с наступающими праздниками, которые будут, с Днем Святого Николая с Рождеством, если вы католики будете праздновать в декабре. Всех православных, всех мусульман, всех-всех-всех людей нашей Вселенной поздравляю с тем, что будет скоро Новый год. Китайцев 3 февраля будет тоже свой Новый год. Весной будет Новый год у мусульман. Все впереди. Самое интересное, все будет впереди. Поэтому предвкушайте смотрите на других спикеров, учитесь у них, получайте ценнейшую информацию, учитесь тех, кто сфокусирован только в интернете, учитесь тех, кто сфокусирован только в офлайне и помните про то, что я вам сказал. Да? Главный секрет. Лучше от науки и лучше от природы. Воспользуйтесь этим всем, всем вместе, соедините воедино и двигайтесь вперед. Достигайте успеха и будьте счастливы. Мира, благополучия, любви и здоровья вам, вашим детям и всей вашей команде. Счастливо, пока. Благодарность господину Ивасечко за то, что он пригласил меня выступить сегодня, 27 ноября, в этой чудесной, теплой аудитории, несмотря на то, что вчера в Молдове выпал сильнейший снег, был гололед, и я вижу, что и в России много снега уже, а мы сегодня уютно сидим и беседуем на такие теплые темы, как любовь, семья, бизнес, карьера и возможности. Спасибо тебе огромное. Спасибо Алексею. Давайте еще. Чат буквально взорвался большим количеством. Благодарность, Алексей, большое спасибо за энергию, за мотивацию, за поддержку, за вдохновение, которое получили и участники. И спасибо тебе за то, что ты постоянно участвуешь и поддерживаешь проект онлайн-форум секреты успеха лидеров Реклэйм и щедро делишься своими наработками, секретами, фишками. Огромная тебе благодарность от меня. Спасибо, Александр. Спасибо большое. Да, спасибо. И мы на этом отключаемся. Отключаемся и провожаем Сергей. Давайте традиционно, как обычно у нас принято, в конце сейчас напишите парочку фишек, парочку каких-то открытий, инсайтов. То, что вы себе почерпнули из выступления Алексея, запишите, зафиксируйте обязательно. И, наверное, давайте в этот раз сделаем немного другое. Не просто что вы для себя открыли, а что вы планируете уже начиная с сегодняшнего дня делать, внедрять в своей практике и уже сегодня, ну, в крайнем случае завтра, уже попробуйте сделать первый шаг, изменить, изменить что-то в своей работе или, может быть, наоборот, вернуться к тому, что вы давно забыли и получить обратную связь, увидеть, какие есть результаты и как на самом деле вы способны и на что вы способны. Хорошо, мы на этом сегодняшний день заканчиваем нашего онлайн-форума. Завтра у нас начинаются выходные и я хочу вам напомнить, что в выходные я специально пригласил тренеров, которыми большинство лидеров и консультантов работали сотрудничеством протяжения, наверное, всего того времени, сколько работает компания Replane, специально отбирал самых-самых-самых-самых-самых желающих, как вы понимаете, много. Это будет больше такая дружеская встреча, это будет возможность встретиться с теми людьми, то есть это не будет никаких там продаж, тренингов или еще что-нибудь, то есть мы договорились о них просто встретиться, скажем так, с теми, с учениками, возможно. И будет возможность более оперативно поработать с чатом, задать свои вопросы, накипевшие, наболевшие и получить поддержку и обратную связь. Завтрашнее и послезавтра у нас выступления будут утром в 11 часов по московскому времени. Следите за расписанием. Ну и до завтра. До завтра.